я так понимаю мы в эфире привет ребята 2 во всем меня зовут они лазарев вы на канале герой метагейминга со мной сегодня сашка скажи привет приветик всем надеюсь меня хорошо слышно да я слышно по идее хорошо и еще с нами ромалэ старший который но он сейчас временно отсутствует он отошел по важным делам я не вижу активности в чате так ребята срочно пишем в чат всякие гадости чтобы я понимал кто сегодня с нами сидит я знаю вас я вижу вас пять человек 7 кто вы инкогниты напишите в чате кто-нибудь мы по корову подождем а потом начнем наше обсуждение сегодня вот игорь написал здорово игорь магистры наконец-то все знакомы или приятно видеть знакомые уже лица боже мой вери до похера всем привет 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 тебе объявились таки чё ребята соляри здорово зря лишь мы прошла неделя с нашего стрима соскучились здорово подождите а как я сам смог да я не понимаю хакер как ты взломал я могу эти не скажу потому что ты иначе что не сделаешь так чтобы я не мог ах ты айтишник приклятный снежка страшно стало сейчас да ну вот что всем приветики снова рада вас видеть смысл с ромой сашей сегодня будем с вами обсуждать тему как же стать гэмом и как быть хорошим гэмом немаловажно поэтому тема довольно насыщенная у меня извините на секундочку аж 7 листов по поводу этого все я не знаю как мы уложим все если уложить продолжим следующем стриме а пока что давайте с вами ребята как у вас там дела как вас неделя прошла не настигли ли вас беспорядки связанные с аверик американскими полицейскими афроамериканцы настигли у меня не входят обновления сейчас должен был выйти новый сезон в вар зоне там должны были быть новые оружия там все дела battle pass и его не выпускают потому что они такие все надо надо было раньше говорят все вот так не пропускать что у нас здесь черные ребята из-за него из-за них страдает рома видите как они сперва сетами говорит ну шо коль мы меня сегодня у нас сегодня в городе прошел прием одаренных детей созвездия юных талантов приема мэра да вот так вот данная дистанционная основе прием прием у мэра на дистанционная основе на вас ежегодно чествуют одаренных школьников это я немножко отъехала дожить скажи нам про дарен и школьники мне кажется они и хороши чтобы вести игры они же дарены одаренные школьники они хороши чтобы игры нести потому что не одаренные возможно ладно давайте начинаете уже по теме до часа секунды я пытаюсь я что-то не увижу себя ярлык цивилизации я думал смыть да я думал что мы сегодня будем спилить продолжать в цивилизации потому как прошлый раз налагала я решил в эту проблему поэтому я бы хотелось но что-то я не вижу себя на рабочем столе поэтому пока поищу и ровно на шартов боже мой у рома опять какие-то у рома сегодня со связью какие-то странности у него как будто электричеством и выпитого там бедного все это время я знаю кажется почему это у меня работает стиральная машина она она сейчас сушит она на максимальных оборотах я там не купила короче штуку такую знаете которая она похожа на вазочку не оставишь пшикалку и она каждые полчаса делает пшик это собаками так пугает потому что как сидишь на что-ка тишина ты смотришь там на те телек сериал смотришь на сегодня есть история я чуть не ну я обосрался прямом смысле прямом смысл рождение берутся история на похода послушать обосрался короче ночь не подозреваю ничего зашел в туалет сел на него нужно это знать ровно и сзади меня кто-то открыл газе по бутылку газировки это взорвали это вот это посвежитель воздуха он окажется пшик звук был 11 как будто кто-то сзади меня открыл я бы я вот между на поворачивался момент и ожидал услышать хлюк а там же сзади меня там как бы щиток такой открывается где стояк и может там кто-то сидел и мне было страшно я бы тоже случаем осрался суток рома скажи мне на всякий случай тебя карт hunter стоит еще или ты удалил же я нужно открыть epic game store и в нем внутри запустить решил удалить не с рабочего стола и дашь из меня нет сильно не радует решила на удалить и не решила но я знаю что процентов может и что я открываю ну что давайте наверно потихоньку переходить к теме сегодняшние дня покерского тема большая поэтому не будем тянуть никого не за какие места резины спасибо за резина не собственно обсуждаем и как же да рома боже мой тебя тестировал к расстреляю машину по-моему пытается прямо прямо жужжит шоу-шоу ужас какой-то ладно значит так хиллерис привет ты мой юный друг решил вдруг ставить гаемом как же тебе провести свою первую игру весело-надорно или вообще как и тебе вести мы на одном стриме обсуждали уже ошибки часто совершающие то часто совершают гм и и ошибки которые часто совершают игроки мы все это обсуждать не будем поэтому немножко и путь уклонимся в сторону именно советов для гм как себе вести ли что нужно делать чтобы тебя любили игроки скажем так я захожу с цивилизатором сейчас будет взрыв ребят поняча будет взрыв потому что помню когда включалась прошлый раз у меня там было очень страшное вступление так вот а думаю каждому глебу я собственно говоря этого не знаю сегодня так вот узнал есть на самом деле три основных триггера есть три основных триггера которые гм используют для того чтобы увлечь своих игроков и чтобы игра была интересной и если ты хороший гм то ты стараешься эти три триггера использовать в своих играх первый триггер это сюжетный триггер который собственно является событием ведущим сюжетному твисту то есть грубо говоря твои игроки отклонились от сюжета ром пока создай пожалуйста игру твои игроки отклонились от сюжета и не ты задаешь какой-то определенный сюжетный триггер который их собственно говоря в это направление правильно направляет направление правильно направляет классно второе это временной триггер который ты запускаешь время от времени Это обычные события Encounter, которые во время игры происходят. Они могут происходить рандомно, они могут происходить по задуманному времени, но, тем не менее, это такие события, которые, в принципе, просто происходят в мире. То есть, это независимо от действий игроков, независимо от того, куда они направляются, независимо от сюжета, они просто происходят в мире, и это называется временными триггерами. Даже, грубо говоря, смена дня и ночи — это тоже временной триггер, потому что ты, как ГМ, ты объявляешь игрокам, что наступила ночь, а стало быть, некоторые изменения в их поведении должны тоже произойти. И, следовательно, это и есть временной триггер. И третий триггер, который существует — это триггер на игрока. То есть, когда ты берешь игрока, берешь его, допустим, поведение, берешь его сильные и слабые стороны, берешь его предысторию, и на это делаешь уклон. То есть, даешь какой-то триггер, какую-то зацепку для того, чтобы игрока на это увлечь. Вот это три основных триггера, которые каждый игрок должен использовать в своих играх, чтобы быть хорошим. Это даст тебе большое поле для того, чтобы можно было планировать какие-то действия, какие-то сцены для своих игроков, и если они у тебя все будут присутствовать в игре, ты будешь хорошим игрером, и игрокам это все понравится. А теперь, это, типа, это сейчас такие основы, сейчас я рассказал, как это такая лекция, предыстория. А теперь мы будем с вами идти по, собственно говоря, по моим любимым пунктам, по сюжетным, вот по этим самым, по видосам, которые я в интернетах находил на DMLers, как How to be... Ты на English их смотрел? Конечно, потому что у нас, во-первых, ну, у нас, как бы, в Россиюшке очень мало каналов, которые прямо вот идут по настольно-ролевым играм, именно вот рассказывают, как это сказать, правила, да, и все такое, именно вот по такой тематике. Я, честно говоря, даже особо их и не знаю. Ну, я не особо искал, но я особо их и не знаю. Но английские просто, чем они лучше, мне кажется, тем, что там ребята более опытные, потому что там люди, которые играют по 20-25 лет в D&D и в настольно-ролевые игры, в принципе, они поэтому знают, о чем говорят, и поэтому они все время дают довольно неплохие советы, и я их смотрю, прислушиваюсь к ним, и думаю, они имеют право это делать, потому что люди очень опытные, а опыт, само собой, всегда на первом месте. Как бы, чтобы никто не думал, что мы здесь сидим и такие, а, да, сейчас я расскажу, да, как я тут веду настольно-ролевые игры два года, и я знаю, дохера уже, как Мэтт Мерсер могу вести игры, я знаю слишком дохерищ, и я могу создавать совет о том, как нужно быть GM-ом. Нет, на самом деле у нас в компании все, можно сказать, начинающие в этом плане, ну, условно начинающие, я вот только два года веду игры, и как бы я не могу сказать, что я прям, прям шарю. И поэтому вот такие вот вещи нужно смотреть на других каналов, перенимать опыт от других людей, и я также перенимаю опыт этих ребят, это The Damn Lairs, и How To Be A Great Damn, по-моему, так называется канал. И они дают очень крутые советы, и как бы, если я могу их взять у них и поделиться с вами, я думаю, что это будет полезно для нас всех. Ну, собственно, давайте перейдем как раз к вещам, которым и вы сможете участвовать в чатик, и вы, ребята, со мной на связи. Я буду говорить, как обычно, рассказывать вам про определенные какие-то правила или стили ГМов, а мы все вместе будем это уже обсуждать. Так, между этим, ты зайди, пожалуйста, во вкладку «Поболтать», и там уникальный код. Уникальный код только сегодня. Уникальный код. Купите 3 килограмма протеина по цене от 4. Да, я взял уникальный код и сетевая игра. А, стоп, подождите, сейчас я переключусь, во-первых, на сцену 2. Здесь я переключусь на захват экрана, чтобы вы видели мой экран, а не вот это вот все. Потому что игра иначе меня тормозит дико. Владимир Шваб, привет! Привет тебе! Хе! Мы как раз только начали, сейчас начнем обсуждать самые интересные вещи, поэтому ты вовремя подошел. Итак, ушки-какушки, я жму интернет, да, и использовать уникальный код к игре. Чапоник присоединится к игре. Значит, смотрите, первое, что я буду с вами обсуждать сегодня, первый подраздел называется «9 стилей ГМов». И мы сейчас с вами обсудим, какие, в принципе, ГГМы существуют, какие они могут быть. Итак, да, первый вид подраза ГМов, который здесь идет, это последователь правил. Но я думаю, здесь объяснять не надо. Это человек, который есть правила, и нужно их использовать как написано. Есть у которых правила бросков постоянно работают, и я там видел в том же видео, в котором я это взял, чувак рассказывал, что они как-то играл с парнем, который был вот именно последователем правил. И это был ад в некоторых местах, потому что они даже, чтобы перемещаться по карте, они постоянно набрасывали кубики. И, то есть, в ДНД же, типа, случайный энкаунтер зависит от броска кубика, а не по велению мастера в большом счете. И поэтому они постоянно бросали кубики, и чуть ли не каждый большой или короткий отдых, они постоянно вот это вот бросали кубики, и вечно вот дрочились с переходом, они не могли нормально в карту перейти, просто потому что им приходилось все время бросать гребаные кубики. Ну, можно сказать, в начале книги, что игрока, что мастера, есть очень важная фраза, что книга не является законом непререкаем, она лишь рекомендация. Да, да, это понятно. Да, ну, мы к этому придем, к этому мы придем. Понятно, что мы все уже... Боже, я сейчас слагаю, что-то где-то. Мы все уже обсуждали не раз, что книга игрока, и все любые книги, это являются рекомендациями, а ни в коем случае не так, что следуйте, сука, правилам игры, как бы то ни было. Нет, мы сейчас просто обсуждаем именно геймов, которые могут существовать, и какие геймы бы есть. Вот есть последовательные правила. У этих ребят также еще есть... Они ищущие... Я вот тоже вот... Я не особо понимаю, вернее, я понимаю это, да, но мне не особо это нравится, когда люди делают проверенные билды персонажа. То есть у них есть... Как это называется? Как это, скажи, называется, который заранее про... Преген. Преген, да, Преген и Персов. Это можно понять, потому что ты не хочешь... Если твои игроки, допустим, новички, и все такое, но есть геймы, которые используют прегены и в больших компаниях, допустим, или типа там... Ну, не знаю, я как-то несторонний катал совершенно. Ну, и... Смотри, с одной стороны Преген, он ограничивает... Ну, как правильно это объяснить? Невозможно взять рандомного персонажа и сделать его сильным. То есть если ты просто создаешь персонажа такого... Ну, мне так хочется. Вот Саша любит примерно так делать персонаж. Я просто хочется сделать персонажа, а он так вот будет это, это, это и это, и персонаж не будет сильным по отношению к тому персонажу, над которым долго думали и правильно составляли разные части билда. Ну, это не значит, что я мало думала. Нет, это, я не говорю, я не... Я не говорю, что это плохо, это просто твой стиль. И, возможно, Прегены просто созданы для того, чтобы все примерно были одинаково сильны, не было более сильных персонажей, менее сильных в каких-то аспектах. Ну, до баланса, да, возможно. Но... Я бы тут просто не видел. Ну, мне, честно говоря, тоже нравится. Да, Саша. Извините. Мне, честно говоря, тоже нравится играть как, ну, такую импровизированную историю. Когда ты все время кидаешь кубик, мне кажется, это слегка взбивает и, так сказать, спускает тебя с фантазией на землю. Ну, наверное, броски кубика вот эти вот вообще созданы лишь для того, чтобы в каких-то долгих застоях и переходах, когда мастер не запланировал четко для себя записанных ивентов и энкаунтеров, что вы имели возможность, ну, была возможность происхождения чего-либо. Просто, если абсолютно, ну, то есть, мастер никогда не готовит каких-то энкаунтеров, а всегда лишь кидает кубик и выбирает, так, сегодня будет вот этот энкаунтер, а завтра он же выпал, ладно, давай его еще раз, и это... как бы так у вас. Ну, иногда Даня кидает в закрытую, так, чтобы мы там не видели, не слышали, чем вызывает подозрение у нас сразу же, что, как бы, сейчас какая-то фигня будет, походу. Так, ну, спокойно, я бы иногда накидал просто, чтобы проверить, не случится, что-то нет. Да, в какой-то мере, это, конечно, ну, прикольно, как бы, интрига, от тебя ничего, в принципе, не зависит, как и, в принципе, от мастера, да, что выпало, то выпало. Но, тем не менее, все равно последнее слово остается за мастером. Захотел он, как бы, пустил то, что накидал. Да. Не захотел, не пустил. Ну, да. Чатик вы, кстати, пишите, встречались ли вам такие мастера, и какие вообще мастера у вас, в принципе, если по пунктикам, которые я буду перечислять, если вдруг у вас совпадет, пишите срочно в чат, что я такой, с таким играл. У нас вон, Рома-младший, в чатике, пишет, что проиген это интересно, довольно опасно, так как на левелах 8+, они слабее явно наступить. Ну, может быть. Я, честно говоря, еще не встречался с персонажами 8+, поэтому... Я понимаю, почему на официальных играх вот этих, вот как они называются? Лига? Да, на лиге используют триггеры. Да, потому что нужно всех уравнять по силе, потому что один персонаж может попасть в другую группу и так далее, и там он может перейти от нового мастера к другому и так далее, а один мастер разрешил хомбрюшный и престиж-класса, второй его не разрешал и так далее, но это неинтересно, по-моему, типа играть пригенами просто. Просто тупо неинтересно, потому что создать тысячу пригенов и чтобы каждый человек... Я простирую, это просто с чатом поздравился. Создать тысячу пригенов, чтобы абсолютно каждый мог найти себе то, что он хочет, невозможно. Соответственно, ты будешь вынужден идти на компромисс, выбирать что-то, какой-то приген, но он будет не настолько сделан, насколько тебе хочется. Ну, то есть, не таким каким-то его себе представлял персонажей и так далее. Да, это не совсем сейчас тем обсуждается. Ну, в общем, вот такие вот ребята есть, последователи правил. Они еще, кстати, тут же у меня записано, что они часто все время, вернее, используют сетку во время битвы, ну, то есть, сетку на поле. Вот. Ну, это такие... Ну, я думаю, все понимают, что это именно ребята, которые прям вот строго следуют правил. К слову, все вот эти вот персонажи, которые я буду сейчас озвучивать, все вот эти виды ГМов, естественно, это есть именно такие, абсолютно такие ребята, но, само собой, я так понимаю, большинство ГМов все-таки как-то миксуют все виды этих людей, все виды этих ГМов, и я думаю, это самый идеальный вариант, потому как от каждого можно принять что-то полезное, и это сделает тебя лучше. Ладно, в общем, следующий вид ГМа, с этим мы разобрались, я думаю, я думаю, всем понятно. Следующий, Сергей Шарин, привет, следующий вид ГМа, ого, Владимир Шваб пишет, что я был таким мастером, в далеком прошлом, да, следовало слово правило, что же случилось, что тебя повело на кривую-то, сошел с пути истинного, в общем, второй вид ГМа, он так называемая галактическая сила, что это значит? Это такие ребята, которые основывают свою игру на прям полном реализме, ну, я не имею ввиду, что там, типа, не может быть, там, куда-нибудь туху, да, у него, и тупо ты ходишь на работу в своей игре, хочешь зарабатываешь деньги и живешь дома, сидишь, сиборь сериалом, нет, а именно у которого есть постоянные последствия, и причем очень серьезные последствия каждого действия, у которого обязательно есть физика, и он следует прямо правилам физики, как только может, которые делают симуляцию вообще окружающего мира в плане того, что ты вот чуть ли не от дождя можешь заболеть и умереть, прочихаться, у которого игроки не всесильны совершенно, а вот именно простые смертные, ну, у кого всегда подготовлено все и запланировано заранее. От этого, честно говоря, перса, можно взять некоторые, в некоторых системах хорошо использовать такого ГМа, потому что я считаю, допустим, в том же Зов Ктулху, ну, он бы как раз пришелся кстати. Ну, это, мне кажется, все нужно обсуждать на нулевой сессии, что ждут игроки, потому что, если игроки ждут эпики, а у них full real life, там, выживай в пустыне, убивай этого, блюда залази внутрь, чтобы не околеть от холода ночью, то это такое. Ну, это понятно. Понятно, что надо все обсуждать на нулевой сессии, это как бы отдельно ради кого. Мы просто сейчас обсудим, как именно, каково именно, наверное, играть с такими ГМами. Вон Владимир Шалпи, что если в углу руки ушли посреди партий. Какая грустная история, Володь. Ну, ты же справился с тех пор, ведь так? С тех пор у меня нет друзей. Я сижу один, дома не выхожу никуда, потому что мир слишком суров. Физика на улице, она есть на улице, страшный капец. Ну что, дальше, следующий тип ГМа, пожалуй, пойдем дальше немножко. Это тип ГМа называется нарратив. Я думаю, тут понятно уже, да? Это человек, у которого есть какой-то конкретный сюжет, то есть конкретно сюжетная линия, не песочница. Есть конкретизированные темы, именно повествование, ну там, атмосфера определенная, так? Он ожидает все время от игроков глубокого погружения, то есть никаких хихо, ни хахо, ни хухо, ни хухо, если вы играете в Ктулху. Типа того. И игроки, ну у него есть большой плюс, у обычных таких мастеров, игроки являются центр повествования, то есть сконцентрирована вся история именно на них. Поэтому это, я считаю, это большой плюс. И также он часто делает много деталей повествования. А, продон, деталь повествования у него постоянно плавает, то есть у него, ну, мы понимаем, что от нарратива зависит много, если, допустим, если у тебя больше игра именно социальная, то ты можешь договориться хоть о чем угодно и у тебя игра пойдет совершенно разные русла, поэтому ясный день, что здесь детали игры будут совершенно плавающие. То есть игроки могут отправиться в любую локацию и тебе приходится придумывать на ходу. Поэтому, да, тут, конечно, такие мастера должны продумывать все это дело довольно конкретно. Есть что вам сказать, люди на проводе? Понятно. Хорошо. Следующий вид, следующий вид ГМа это ГМ-автор. ГМ-автор это ребята, которые сами строят мир, сочиняют его, которые сконцентрированы больше на истории, нежели на каком-то на игроках и их нуждах, скажем так. Игроки у них в мир могут быть вообще не включены в плане того, что это могут быть просто какие-то рандомные ребята абсолютно со своими какими-то загонами, со своими какими-то этими делами в этом мире, но к сюжету они могут вообще отношения не иметь и к миру в целом. Игроки должны, таких ГМ-ав игроки обычно должны именно совпадать с их миром и игроки должны подстраиваться под их мир, нежели он будет подстраиваться под них. Ну и обычно вот таких ГМ-ав результаты и концовки они прописаны заранее. То есть у него есть 2-3 концовки, которым игра может закончиться и он постоянно по своему сюжету, по своему миру игроков ведет, чтобы они пришли именно к концовке, которая ему нужна. Или к одной из, скажем так. Ну вот мне интересно. Тебе такие, да, интересные? Ну мне интересно создавать именно свой мир, это очень увлекательно, по-моему. И, конечно, есть свои сложности по поводу того, что надо вести игроков. Игроки же непредсказуемо могут пойти куда угодно, поэтому приходится продумывать вообще каждый шаг, куда они могут пойти, что могут сделать, что могут придумать и, так сказать, строить целое древо, скажите мне, не могу слово подобрать. Господи. Древо знаний? Нет. Древо способностей? Древо событий. Древо событий. Вот так вот, да. Того, что может случиться. Ну и как бы, как ты рассказывала на прошлом стриме, по-моему, что вот на Roll20, да, ты там одну дорогу, вторую дорогу, третью придумал, всё продумал, а мы там только по одной пошли. Вот приблизительно это я имела в виду. Извините, что я немножко топлю. Я немножко тупая. Саша сидит просто на работе и она концентрируется и на работе одновременно и на нас, поэтому, ребята, в чат в честь Сани. Да, собственно, да, ну, авторы, на самом деле, тем хороши, что они придумывают собственные какие-то возможности в целом мир. Это, в принципе, удобно, у тебя есть какая-то определенная система, тебе не нужно вдобаваться в лор этой системы, ты просто придумываешь какую-то историю и по этой истории следующее. Ты можешь на ходу придумывать, собственно, свой мир продумывать и особенно не париться. Делаешь, что хочешь. Да, делаешь, что хочешь. Тема автора и хорошая. Но главное, чтобы у тебя был красочный мир и было интересно. Думаю, в этом основная цель автора. Сейчас, я тебе почитаю. Я не пьяненькая. Я на работе сижу. Владимир Шапот дал бразды и наработку одному из игроков. Теперь ждет, кто-то соберет. Гот уж. Да, ты бы проявил это затем. Слушай, ты это самое, попробуй, знаешь, послушать наши стримы, в конце концов, немножко поменять свой ход повествования, немножко быть посвободнее от правил. И попробуй собрать всех снова и проведи им отличную игру. Почему нет? Сергей Ширин создал 54% своего мира. Вот это очень классно. На самом деле, что я, что Паша, мы сидели, уже давно размышляли по поводу создания собственного мира. И у нас есть сейчас задумки и наработки уже кое-какого мира и небольшая история приключения, скажем так, которую мы думаем ребятам в будущем когда-нибудь провести, когда мы все это закончим. Но пока это только взородыши. Но это на самом деле круто, это очень сложно. Я понимаю, насколько это сложно, но это на самом деле очень круто, потому что все-таки свой мир, это свой мир. Это своя ответственность. Это, как говорится, большой мир лечет большую ответственность. Да. Ладно, следующий вид 100 ГМов это злой ГМ. Ух, сука. Это ГМ, который играет против игроков, который считает, что он должен выиграть. И он считает, что игроки глупые, манипулирует с правилами постоянно их, меняя под себя. Ну и, собственно говоря, метагеймит, это априори. Ну, честно говоря, я не встречался с такими ГМами, я не знаю, зачем вообще люди с такими играют, но я думаю, где-нибудь это есть. И если попался, если, допустим, какой-нибудь такой вот ГМ собрал свою первую пати не знающих, не шарящих ребят и ведет именно так, то эти ребята будут думать, что в итоге так играть не надо и будут страдать или вообще не будут играть больше никогда на стольные ролевые игры, что очень-очень грустно. Робота, ты красный? Нет. Бля. Ты же хотел на меня напасть? Нет. Камикс не пришел. Ты красный. Бандюганы местные. Оно может быть. Сейчас скажут, типа, платить деньги и... и мы тебя не тронем. Это злые ГМ. Да, ну, что вы считаете по поводу злых ГМов? Хотели бы вы поиграть за злым ГМом, ребята? Хотели бы, что я бы был в саду? Я не хотела. Да нет. Понятно, где вам? Спасибо за обсуждение. Нет. Если это был в отчет, то, возможно, чисто как челлендж. Но все равно, типа, если ГМ захочет... Нет. Если ГМ захочет убить... партию, он убьет партию. Ну, да. Задача ГМа... Задача ГМа не... соперничать. Задача ГМа сделать интересную, крутую историю, побуждая игроков на раскрытиях персонажей и доставить себе и окружающим удовольствие. Да. Ну, собственно, давайте дальше пойдем. Следующий, шестой у нас вид ГМа, это ГМ игрок. Ну, тут тоже, думаю, понятно. Это ГМ, которые хотят быть игроками. Допустим, вот у тебя есть партия, которая... Ну, вот нет среди них ребят, которые хотят геймить. И ты такой... Ну, ладно, я попробую. Почему нет? Я, типа, может быть, хотел, пытался. Но ты сидишь и думаешь, что... Я выйти играть-то хочу. Вот не хочу я сидеть и вот... быть монстром. Бить людей. Я хочу играть. И поэтому он сидит и... Может быть, он следует персонажа, которые ходят вместе с партией, да? Ну, это частичный метагейминг, конечно же. Вот. Играть ГМ игроку могут... ГМ может быть легко рассеянным, потому что он будет отвлекаться на своего персонажа, игрока, и, собственно говоря, на... саму игру. Может путаться в лоре. Для ваншота, например, это было бы неплохо. Еще можно было поиграть. А вот именно большую компанию, конечно, это будет мучение, мне кажется. Но они... Такие ГМ могут делать много крутых моментов, потому что они со стороны игроков видят ситуацию и могут, наоборот, генерировать какие-нибудь крутые моменты, чтобы всем... Не только и ГМ было весело, но и, собственно, всем игрокам. А также здесь может быть много взаимодействий игрок-игрок, поэтому это тоже, с одной стороны, классно. Далее. Следующий ГМ это ГМ, который не ГМ, который не хочет быть ГМом, который просто сидит... Он просто... Вот нет опять никого из ребят, кто хочет быть ГМом, просто ребят собрались и такой один из них... Они его просто заставили, говорят, скотина, ты вот самый... Ты читал, единственный из нас хотя бы смотрел в Героях Метагейминга, говорят, проведи нам игру. И он такой, ляаа, ну пацаны, ну ладно, ну че. И он садится, и он не готовится к игре само собой. Он постоянно навеселе... не в плане пьяный, а в плане... Он проводит партию весело. Опять-таки, как ваншотер, было бы классно на самом деле. Проводит партию весело, постоянно импровизирует, что тоже, в принципе, классно. Играя, проходит, в принципе, бессмысленно, то есть без получения какого-то опыта или лута и подобного. И игроки, у него чисто для веселья, для фана, по большому счету, результаты игры не имеют значения совершенно никакого. Ты сейчас назвал гема, который навеселе, и было бы прикольно, если бы был бы... У кого-нибудь, ребят, есть гем, который постоянно под шофе? Он всегда... Вы как ни придете, он уже все. Он уже готов вести игру. Все, он... Он тут как тут. Вообще, это все крайности, на самом деле. Не бывает же крайностей, как черного, чисто и белого в жизни. Есть оттенки серого. Все равно, ну, очень редко будет такое, что прям гем, который, ну, не хочет вести, но его заставили. Всем будет, ну, кому-то сильно интересно, кому-то не сильно, но что-то какой-то интересный будет проявлять. 50 оттенков серого. Да. Вот Владимир Шваб пишет, я был у того на парте. У кого у того, прости, уточни, пожалуйста. У кого из сегодняшних гемов ты был на парте? У меня? Я не ты. В чатике. Так, я думаю, что? Лучше. Классно. Поль, все, надо было раньше. Хорошо, прости. Следующий, следующий гем, это гем, актер. О, гем, актер, это, гемом актером. Я? Да. Ну, конечно. А, я актер, я говорю, тысячи ролей. Вот, 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 это я. Вообще, гем актеры, что они подразумевают? А ребята, которые любят импровизацию, которые, у которых актерская игра и выступление идет на первом месте. Зачастую у них игроки это как аудитория, то есть, к ним игроки приходят, особо много не играют, просто наблюдают за их выступлением, потом в конце поплодировали, все, все разошлись. И, также, игроки, они как больше сопровождение, нежели как действительно члены партии. Ну, и, собственно говоря, сюжетные повороты сконцентрированы именно на не писях, на НПЦ, потому, что этому актеру проще отыгрывать НПЦ, нежели какое-нибудь природное явление описать. Поэтому, он, кажется, концентрируется на том, что вот этот НПС задает такую-то тематику игры и такой-то поворот делать внезапно. Вот. У нас, кстати говоря, все ГМУши у нас были, они все, слава богу, совмещали себе все вот это вот, все, что я сейчас перечисляю. Поэтому, у нас блага, нет, нет, какой-то конкретизированного ГМА, это хорошо. Я думаю, кроме как отсутствие желания быть ГМОм. Может быть, если у нас совмещали отсутствие желания быть ГМОм, было бы грустно. Следующий пункт и последний, в принципе, пункт ГМА, вид ГМА, который у меня есть в списках, это ГМ-модулист. Я думаю, тут понятно, он ведет в основном модули, не отходит далеко от прописанного модуля, своды действия у него в играх зачастую крайне ограничены, потому как в модуле как бы ты много вещей и ты не сделаешь, в принципе. Вот. Ничего, в основном, не меняет зачастую в повествовании, и зато это, в принципе, есть плюс большой, это дает полный опыт игры в ту или иную систему, потому как, если в модуле, обычно модули прописываются и в модулях есть все, что нужно для нормальной игры. Там есть драки, там есть исследования, там все вот эти три постулата, основные, которые обычно используют для создания игр. Поэтому демо-модулисты, в принципе, тоже неплохие ребята, поэтому если что, с ними тоже можно поиграть, модуль какой-нибудь конкретный, по-быстрому ваншот шотнуть. Поэтому, почему я... Что там случилось? Кто-то упал с кровать? Я отходил. А, отходил, отходил, хорошо. Вот, собственно говоря, этот подпункт у меня закончился. Мы с вами пока можем его обсудить. Это я с вертым, у Рома пишет, что ГМ-актер очень крутые, но этого нужно в мир. Опять-таки, все виды ГМ-ов, что здесь есть, которые я перечислил, 9 штук, я считаю, что в ГМ-е, нормально, в хорошем ГМ-е, должны содержаться все 9 видов. Может быть, не полностью, может быть, конечно, частично, каждый по отдельности, можно так сказать, но он нормальный ГМ должен содержать в себе все черты каждого Загема, кинь черты отдельно, по отдельности или все вместе. Тогда ты будешь хорошим ГМ. Рома Рома пишет, был один офигенный ГМ-актер год, так, до года в 39-м, такой эпик в Wargame зовут. Это про колоссия? Это он про одного художника. А про художник? Я, просите, не шарю, поэтому. Это Гитлер. Какой же был он ГМ? Интересно знать. По-моему, он был актер. Ну, тут спорно, тут спорно. Видела выступление? Какая игра? Он, может быть, модулист, а почему нет? Или ГМ, или ГМ. вот такой, бля, ребята, я не хочу. Все-таки, ну, давай, вот, ну, ладно. Тут много гипотез, поэтому не будем углубляться в это дело. Все. Оставим это поколение наших. Следующий. Да, ну, собственно, что, перейдем к следующему, к следующему, перейдем. Я сегодня полон русского языка, простите. Это что такое, разведчик фиолетовый? Это не мой. Да что такое, сколько здесь этих самых противников? Я специально установил всего два противника и два города-государства, чтобы их было поменьше. Хорошо. Молодец. А я, если что, Русью играю. У меня Санкт-Петербург и Казань уже есть. Русь, матушка. А у меня Дели и Калькутта. Я, по-моему, знаю, Калькутта, это где? Это Индия. Это Индия? А я Махатма Ганди, получается, да? Наверное, да. Так, ну, в общем, следующий совет, совсем небольшой, буквально, как контролировать стол, за которым ты играешь. Ну, именно, имеется в виду игру само собой. То есть, ты ведешь игру и три небольших простых совета, как контролировать твою игру, чтобы все шло ровно, чтобы эти игроки остались довольны. Первый, это контролировать самих игроков. То есть, давать каждому игроку равное время, равные возможности и равное количество внимания. Ну, я думаю, это понятно, потому что, если ты кого-то будешь отделять в том или ином, то это будет обидно, наверное. У нас, вот мы записывали не так давно, как и Д, новые серии, и у нас бедный Рома-младший сидел минут сорок, ждал, наверное, пока ребята наговорятся. Но зато у него потом был звездный час, он в соло там сделал свои разборки, еще тоже где-то 30-40, поэтому все нормально, все остались довольны в итоге. И он в соло сделал свои разборки. Тихо, да, тихо. Второй пункт в этом под параграфе это контролировать последствия, то есть, чтобы каждое решение, сделанное игроками, имело какие-то определенные последствия. Это тоже важный пункт, потому как, если у тебя будет просто происходить что-то в мире, игроки будут там, я не знаю, поджигать храмы, как мы любим сейчас приводить пример, и ничего из этого потом не выйдет, никаких последствий после этого не будет. Тогда это будет довольно скучная игра, игроки могут заскучать в плане того, что поджог и хорошо могу еще поджечь. У нас, в принципе, после поджога храма никаких последствий не было, хотя нет, были, были там, люди умерли. Да, да, собственно говоря, третий пункт, это контролировать события, потому что гэм, это, как бы, все понимаем, что гэм, это важный чел в игре, так или иначе, он должен контролировать все события, запускать их не раньше, не позже. Спасибо. Да, контролировать события, надо, если ты запустишь какой-нибудь древнего дракона на своих игроков в самом начале игры, я думаю, не будет счастлива от того, что он их сразу же сожрет. И если же ты на игроков 10 уровня напустишь, ставил, стайку гобальдов, то опять-таки я ему не покажется это интересно, поэтому ты должен контролировать, когда какое событие запускать. Собственно, это три довольно неплохих совета, как контролировать игровые процессы за столом, чтобы он казался людям, которые с тобой играют интересно. Мы идем дальше, если вам нечего добавить. Понятно? Понятно, идем дальше. Пять, следующий пункт, это пять самых важных правил ДНД, которые, если, конкретно для игры в ДНД, если ты собрался играть в ДНД, вот ты новый мастер, собрался играть в ДНД, какие правила тебе надо знать, чтобы вести игру. Пять самых важных, пять основных, чего в принципе будет достаточно, чтобы ты мог провести свою первую сессию. Первое правило, это правило бросков и проверки навыков, потому как, почему, давайте расскажите мне, ребят, чтобы я дал вам возможность выговориться. Прости, пожалуйста, я просто получила вопрос. Вот так вот меня слушают мои соплеменники, скажем так, которые со мной учат. Прости, пожалуйста, я просто была замуж. Давай, сейчас только случай отвечания. Почему правило бросков и проверки навыков самое важное? Тебя этот вопрос поставил в тупик? Ну, либо я туплю, либо, может, еще раз вопрос. Чего-чего? Блин, еще раз вопрос. Почему правило проверки бросков и навыков самое важное, когда я начинаю играть в ДНД? А, ну, мы же создаем себе разные классы расы, как раз, того, чтобы что-то получалось лучше, что-то получалось. Могила повидла, 200 рубликов! О, мой, могила повидла, наш анонимный спонсор. Спасибо тебе огромное. Как всегда, могила повидла, тайный наш покровитель, боже мой. Да, Саша, ты было бы сладко. Он, мне кажется, могила повидла ведет себя, как этот, как патрон паладина. Нихера не говорит, никак не общается, и иногда водит по лицу этим, как его, лучиком света, могила повидла нам. Хорошо, хоть лучиком света, Рома. Где деньги скидра? Сейчас я еще по лицу буду творить в игре, еще увидим. Ну, собственно, да. Санечка, ты была бы близка, но не совсем. Правила и бросков и проверок, как бы, это основная херня, потому что, как бы, ну, мы все в ДНД, что мы в основном делаем, мы делаем проверки на бросков и правила и навыков. Как бы, если мы не знаем, как это делается, как мы будем играть? Ведь так. Блин, так просто было, да? А ты думаешь, что, с подвохом, что ли? Ну, как бы, ну, да, ну, да, я понял. Хорошо, второе правило, это правило битвы. Почему нам нужно знать правила битвы, ребят? Чтобы воевать. Какая умничка, садись, пять. Дальше нужно знать правила снаряжения, то есть, оружие и брони, но это, в принципе, для того, чтобы, иначе, как ты тоже будешь сейчас в битве, не знаю, как у тебя работает оружие. Чтобы не умереть. Умничка, второе правило, которое нужно знать, это правило магии и заклинания. Но это, если у тебя в пати заклинания маг, волшебник, или, если ты будешь использовать против своих игроков что-нибудь такое, конечно же, нужно знать. Ну, и пятое правило, это правило создания игрока. Я думаю, это логика, здесь не нужно особо ничего напрягать в мозге. Просто надо знать правила, как создает игрок, чтобы все было правильно, все было сбалансировано. Пять. Пять самых. Ирис, 50 рубликов снова. Ребята, вы сегодня прям чума. Спасибо. Это пять основных самых важных правил, которые нужно знать вам перед тем, как начинать играть в ДНД. Если ты знаешь эти пять правил, правила проверки навыков, правила битвы, правила снаряжения и брони, правила магии и правила создания персонажа, все, ты по большому счету можешь играть в ДНД. Тебе ничего не мешает. Дальше, следующий раздел, к которому мы переходим, пять поступков ГМа, которые сделать о плохим ГМа, понять правила, пять вещей, которые ты, если ты не знаешь, которые ты, если ты делаешь, как говорят, кто ты говнюк, который ты плохой ГМ. Ну, тут спорные, на самом деле, его моменты, потому как, мы как-то, все обсуждали их уже на каком-то из стримов, но обсудим еще раз по-быстренькому. Спорные, потому что, опять-таки, здесь чисто индивидуальщина. Например, первое правило, которое здесь постоит, это правило критических провалов, что ты имеешь, определил, какой-то Рома, ты любишь это рассказывать, что вот у меня критуют отрицательные... я жал. Расскажи, она пожаловалась ребятам еще раз. Никому не посоветую такого ГМа. Короче, у Данила есть правила критических провалов, и оно необычное, оно модифицированное. Оно значит, что во время боя, если ты выкидываешь пять, или меньше, то происходит что-то плохое. Насколько я понимаю, обычно в последнее время он стал поблажки какие-то делать на вот эти вот вещи. Но... когда у тебя персонаж первого уровня он не у Меха, окей, я согласен, такое может быть, но когда у тебя опытный вой, а пять на кубике до двадцати, это 25 процентов. У него есть 20 процентов, 5 процентный шанс, а капится, просто сделав какое-то действие. И... ну, сделав атаку. То есть, это или выкинуть свое оружие, или еще что-нибудь, или упасть. Но... как по мне, например, на высоких уровнях персонажи не могут с 25 процентов шансом так делать. Поэтому у нас есть, как бы, ну, хорошо, есть единица, без проблем. Типа, ну, то есть, можно бы, сделая, было бы сделать прогрессию. Чем выше уровень, тем ниже порог факапа, например. Ну, вот я возможно так и сделаю. Я возможно так и сделаю. Поэтому, держись, Рома, все будет хорошо. Второй, значит, пунктик, который делает ГМА не очень хорошим, это пункт действий игроков не имеют последствий, но мы только что об этом говорили, что если игроки что-то предпринимают в игре, то это в любом случае должно нести какое-то последовательное последствие. То есть, независимо. Да, это может быть какое-нибудь мелкое действие, оно может привести к какому-нибудь большому событию плохому. Или наоборот, это может быть большое действие, которое приведет к какие-то маленькие последствия. Но последствия должны бы и так или иначе это делать и игру интереснее и, собственно говоря, в принципе, игру, сам сюжет как-то насыщеннее, скажем так. Я думаю, это... Ход назад отстать. Боюсь, что никак. Следую, что-то появилось, ни хера себе. Я выбираюсь и пантеон. Что себе? Я могу это не читать, нет прям. А ты шустрый. Да. Возьму, ты же не знаю, пускай будет. Батюшки. Хорошо. Следующий пункт, который делает гэма плохим гэмом, это незнание правил. Ну, я думаю, мы только что обсуждали, что есть, которые гэм не гэм, которые правила не знают, но все равно играет. Я думаю, в принципе, если у тебя игра веселая, чисто по фану, ты просто кубик кидаешь к 20 момента, когда это нужно сделать и больше 10 ты преуспел, меньше 10 ты не преуспел, то если вы так играете, и вам это нормально, то ладно, какие-то правила еще уже. Это проблема только, когда игроки знают правила лучше, гэма, и их очень сильно это напрягает. Да, опять-таки говорю, если у тебя просто игра по фану, то это тебе не обязательно знать правила. Если играет такая нормальная и у тебя не гэм не знать правила, но это все такое. Все-таки. Если вы начинаете вместе, то как бы никто и не обязан знать правила все. Но если гэма упорно не хочет какие-то правила учить или вообще отказывается воспринимать информацию, но это уже, наверное, проблемы какие-то. любой адекватный гэм, он стремится что-то новенькое узнавать. Лучше разбираться в чем-то и так далее. О, Ганди, привет. Так, да, четвертый пункт здесь. Давай подружим тебя. Давай торговать. Ладно, позже. Сейчас твой вопрос все равно. Четвертый пункт это плохой гэм не дает игрокам управлять своими персонажами. И такие люди есть. Есть люди, которые рассказывают за тебя все, что делает твой игрок. Ты просто тупо доходишь, он сам доходит, вернее, до какого-то момента, где нужно бросать кубик, и ты уже там бросаешь кубик, собственно говоря, и все, ты никак не влияешь на происходящее. Я даже с парочкой таких ребят был, ну, не дешево знаком, но знавал их. Поэтому такое себе, откровенно говоря, и мне кажется, после такого гэма от игры может остаться не очень хорошее впечатление. Да, и 5... Хорошо, что мне такие не попадались. Ну, может быть, все еще Саня впереди. Кто знает. Пятый пункт, собственно говоря, заключительный в этом разделе это гэма, которые урезают способности персонажей. Ну, тут спорно, потому как могут быть инбалансные персы, особенно если используются хумброшные какие-нибудь правила, и как бы, тут иногда нужно... Это заранее нужно все обсуждать. То есть, здесь есть такая грань, когда, то есть, ты спрашиваешь гэма, он такой говорит, да, без проблем, используй это все говно, что хочешь. Такой, окей, зашибись, а потом, когда гэм такой, не прочитав тот класс, который ты хотел взять, не узнав ничего о нем, говорит, все, мне это не нравится, теперь ты используешь что-то по-другому, это неправильно. Правильно, когда гэм узнает все о той способности, которую хочет взять игрок, и после этого как раз таки разрешает или не разрешает, или, например, говорит, хорошо, эти разрешают, только если мы внесем такие-то изменения, и игрок заранее о них предупрежден. То есть, нулевая сессия нужна в том числе для обсуждения билдов, которые хочет сделать игрок, и вопросов по их поводу. А если вы строите билд по ходу игры, то используя какой-то хомбрюшный класс в мультиклассе или престиж-класс, всегда советуйтесь мастерам, чтобы он одобрил, потому что так правильно делать. А если он не одобряет, а вы очень хотите, просите его, давайте что-нибудь изменим, чтобы это не было, ну, чтобы ты это допустим. Вот такие вот дела. Магистры Леон, перерыв, я не уверен, что сегодня будет, мы, скорее всего, вот эти вот еще часик с копейками под стримим, мы остановимся, много чего обсудить, если с ним сделаем перерыв, мы засидимся, боюсь, часов до десяти, поэтому перерыв, скорее всего, не выскорее всего, перерыв сделаю, на такси, когда я работаю. Сможем, хиллерский, перескидывает еще 50 рубликов, спасибо, спасибо тебе большое, ребята, кстати, кстати, начали потихонечку заказывать себе микрофончики, на ваши донатики, нам уже приехал, один микрофончик, безумно помогли, мы, на самом деле, уже сейчас будем испытывать, да, и если все хорошо, то, скорее всего, в скором времени, ну, относительно скором времени, мы сейчас берем денежку, безусловно, потому что микрофон, извините, дорогие, постепенно, благодаря ребятам сегодняшнему, и всем, кто нам помогает, мы движемся к цели, поэтому, скоро будем тестить их, и, возможно, на стриме, к одному, потестим эти новые микрофончики, если все хорошо, мы будем стремиться заказать уже все оставшиеся, и это нас ведет к стримам, к стримам игр, поэтому, мы надеемся, что все получится в скором времени, ладно, стремимся повышать качество, да, потому что сейчас звук у нас, ну, такой, учитывая, что у нас сейчас еще много человеков сидит, поэтому хочется все, всегда стремиться к лучшему, и делать все получше, поэтому, будем пробовать, будем пробовать, короче, ладно, давайте перейдем быстрее к следующей теме, следующая тема, следующий под заголовок, это у нас 5 поступков, которые, наоборот, любят ГМов, это важно, если ты друг ГМ, и тебе хочется, чтобы тебя любили, возьми вот эти 5 советов, и используй их, подарив, могила, боже мой, чтобы тебя любили, нужно подарить, Гацелорону, трехручный меч, сомнительное заявление, сомнительное, я могу просто не убивать, Гацелорона, ближайшее время, как тебе такое, тоже неплохо, тоже неплохо, а то, ну ладно, не будем, я уже хотел, не забывай про триггеры, вот это все, триггеры ГМ, они тоже существуют, да, о, Дэли, привет, так, ой, объявите, хочешь, войну объявлю, надо мне войну, ладно, итак, первый пунктик, за что можно любить ГМ, это когда ГМ использует в разные голоса, понятно, что мы все не здесь не актеры, мы все здесь непрофессиональные, мы не актеры зазвучки, не профессиональные озвучки, да, но, тем не менее, время от времени делать разные голоса, вполне себе, мы все можем менять голос, да, мы не все, мы все даже не смотря, если ты суком разговариваешь монотонно, как лектор на лекции, ты можешь менять голос так и иначе, вот, если берешь игру, измени голос свой в одном моменте, хотя бы для одного NPC, это уже правда трех игроков, это уже всем понравится, поэтому это классный совет, у меня с этим проблемы, а как торговать начать, слышишь, а тут надо кидать, типа, я не знаю, щелкаешь, наверное, на лицо и торгуешь, теологи возьмут, так, магистры людей спрашивают, могу ли я поделиться своими текстами материалами, в группе или в личку, я пытаюсь заставить жену пару ваншотов пресисти, это отчаянный шаг, честно говоря, ты это самое, во-первых, магистры людей, ты, кстати, напиши, ты же хотел с нами сыграть в ваншотик, следующий, ты мне в Бакашки напиши, Хелерис, подавите, 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 ломи Фламберг, что такое Фламберг, 100 обликов Хелерис, спасибо большое, это меч такой, Фламберг, спасибо, а, нет, подожди, Фламберг это шляпа, которая была у одного из гемоков, такая смешная, большая, большая смешная шляпа, да, подарить эту большую смешную шляпу, легко, так вот, магистры людей, напиши мне в ВКашки, мы с тобой обсудим по поводу игры с на ваншотике, и скажешь, что тебе скинуть, когда смогу скинуть, обязательно, это не проблема, второй пункт, как быть хорошим ГМом, чтобы тебя любили, это давать игрокам то, что они любят, это обсуждается на нулевой сессии, если игроки любят больше битв, давай им больше битв, если они любят социалку, давай им больше социалки, если они любят пазлы, давай им пазлы, я думаю, это чисто индивидуально, это всем нравится, Хелерис пишет, что Фламберг это меч, Рома, да, ты шаришь, ты тупой, я подпускал первую версию, что это меч, ты еще хочешь, чтобы я Роме вдал, должен быть, что он не знает, не понимает, 7 интеллекта, 7 интеллекта, Сергей Шерин пишет, когда разговариваешь с девочкой, девчачьим голосом, а, девочкой голос смягче, когда закаленным в боях, то более жесткий, да, все верно, все верно, это как бы, любой, мне кажется, может сделать, это не проблема, поэтому, почему нет, если, если какие-то есть стеснения у тебя, типа, вот, блин, я, как я могу озвучивать девочку, вы чупая, девочками есть пенис, как бы, ну, ну, это же игра, ты, ну, девочек тоже бывает, пенис, в конце концов, это ты просто играешь, ты отыгрываешь персонажей, как бы, ничего такого нет, все в мире это делают, блин, как бы, знаете, я вот, я вот, когда занимался музыкой, в принципе, сейчас тоже занимаюсь, но мы все время активно выступали, и было время, когда я стеснялся, вот, выходить на сцену, типа, я что-то с людьми, это общаться, и я все мотивировал тем, мне со временем это, само собой, прошло, и как бы, я потом начал на сцене без проблем себя вести, как бы, это дало большие плоды, и на самом деле, мне стало, в принципе, легче общаться с людьми, я все мотивировал тем, что вот я выхожу на сцену, я там пою песни, да, но, и мне стеснительно это делать, и потому, что я стесняюсь, может быть, там, что люди не оценят, или что я выгляжу, как дурачок, я в этот момент вспоминаю, что есть, есть такие настолько, настолько двинутые ребята, которые, допустим, я видел видосы, может быть, ты Брома помнишь, когда какой-то чувак, хардкор, хэви металл, или хардкор, играл, и насрал на пол, и начал гонок, закидывать людей, нет, я такого не знаю, чувак, чувак, просто во время, бегал, орал, 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 спрыгнул со сцены, там народу было мало, типа, возле сцены, он сел, сел, насрал на пол, потом схватил этот говно, свой начал бегать, вокруг садим говном, обкидывать людей, просто, я вот все, ребята, вспоминаю себе, не то, чтобы мне нравилось, как человек закидывает говном, других людей, просто, просто ты подумал, что ты можешь сделать лучше, я могу сделать, я могу нарастать, я просто думаю, что есть люди более долбанутые, более смешно выглядящие, нежели я сейчас делаю то, что делать, как бы тысячи людей, как бы в чем не стесняться, поэтому, у настольных ролевых, также абсолютно, ты, ты открываешь роль, ты в данный момент не являешься в Аси, который сидит за столом, ты являешься горным дварфом, который, сука, хочет бухнуть, айля, поэтому скажи, ааа, дайте мне выпить, твари, что тебе мешает, если твои игры, игроки адекватные, если они поддерживают, такие вещи, им наоборот, это понравится, скорее всего, и поэтому, они тебя, скорее всего, после игры даже задобрят, если они никогда не видели, вот, ты лишь нормального, скажут, вот, это было классно, прямо, создает атмосферу, атмосфера во время игры, это всегда плюс, вы над мной ржете каждый раз, когда я что-то такое делаю, поэтому я, знаешь, почему, Санечка, потому что, когда ты пытаешься, что-то такое делать, нет, нет, мы смеемся от радости, Саша, что ты такое делаешь, мы просто от умиления и счастья смеемся, да, мы радуемся, на самом деле, ты делаешь, что-то просто видно, что немножко зажато, так сжимаешься, и больше, наверное, от такой милоты, что Саня, так, ой, ой, с вами зажалось, ой, бля, наверное, так от этого, а так, а так у тебя все нормально, Саша, да, собственно, дальше пойдем, как быть гэмом, которого все любят, это использовать предыстории персонажей в игре, ну, я думаю, это понятно, это всем нравится, когда твой предысторий, который ты так бережно придумал, если она действительно интересная, ты, кто-то использует в своей игре, и к ней есть отсылки какие-то, а если уж ты по этой предыстории еще потом движешься, и находишь какие-то предметы по ней, это вообще кайф, что случилось, например, мешочек с 25 тысячами гильдеров, да, вполне, вполне, который мы, кстати, так и не нашли, да, да, потому что там были камни, ты, когда маленькая была, думал, что это гильдеры, гитлеры, эх, но попытка была хорошая, да, ладно, следующий пункт, из-за чего будут любить ГМа, это, когда поступки игроков влияют на мир, но опять-таки, мне кажется, любому нравится, когда ты что-то вот сделал, и от этого что-то произошло, либо прям глобально, либо небольшое, но тем не менее, какое-то, какое-то последователь, какое-то последствие есть, я думаю, это всем нравится, и, если ГМ частенько применяет такие вещи, как, последствия во время игры, от действий игроков, это классно, ну, и последний пункт, это, когда ГМ хорошо подготавливается к игре, собственно, если ты не подготовленный, пришел на игру, ну, тебя зачморят, а если ты прям подготовился, прям продумал все свои ходы, ну, в общем, если ты уделил время на подготовку к игре, то, я думаю, все это оценят, и всем это будет нравиться, и ты будешь считаться, среди хотя бы своих хорошим БМ. Точка. Красиво сказал, что он сказал. Да. Сергей Шаринпич, то еще лучше сделать так, что во время приключения конфликта, который начался еще в прошлом, в прошлом персе, закончился. Типа, ну, типа, кто-то из старых врагов встретился ему на пути, да? Ты это и между. Так, ну, а дальше у меня, смотрите, у меня огромная, большая, 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 большая подзаголовок, который называется, как, подсказки, называются они просто тупо подсказки ГМУ. Их, извините, 50, и мы будем идти по каждой, и вместе с вами, и с чатиком обсуждать каждую подсказку в отдельности. Что хорошо, что плохо, какие, в нашем, по крайней мере, случае могут помочь в игре. Ну, вы с Сашей, Рома, как игроки, будете мне говорить, пригодились бы ли такие подсказки в наших играх, в принципе. Ну, и чатик будет писать, пригодились бы такие подсказки им, или ГМУ, может быть. Итак, первая подсказка, ну, самая основная. Если ты становишься ГМУ, то самое главное в игре, это проводить время весело, с удовольствием, потому что эта игра, ты тут, игра должна нравиться и тебе, игра должна нравиться твоим игрокам, игра должна нравиться всем, кто в ней принимает участие. Это, я думаю, логично, я не думаю, что, не думаю, что кто-то с ней не согласится. Второе! Это не играть против игроков. Это как раз таки по поводу злых ГМов, которые любят участвовать, делать кампейны против игроков, играть против них. Вот чатик, я так понимаю, кто из вас играл с такими персонажами, которые любят играть против игроков, считая, что это, типа, ПВП игра? Пока они отвечают, вы тоже можете просуждать по этому поводу. Ну, я уже говорила, что нет, наверное, было бы неприятно. соревноваться. Мне больше нравится увлеченно проходить историю. Это больше по мне. Да, мне верится письками. Да, да, это согласен. Ты согласен. Во-первых, скажешь. Я? Давайте так, если сказать, я не встречался с такими ну, ну, все, у тебя игре, то есть у меня был. Да, вы мне только ватили, вы не это. Не хотите нас особо убить, вы хотите сделать красивую историю, это правильно. Да. Отношусь негативно, потому что, ну, как бы, если бы каждый писатель книги хотел убить всех персонажей, которые у него есть в книге, то был бы, были бы одни игры престолов. Как бы, а главными героями в играх престолов не очень хочется быть. Ну, смотрите, хотя, в принципе, там, либо тебя воевать, либо тебя трахать, поэтому выбран немного. Да, я об этом же, типа, и, что-то, что-то, я, как, в этой стороне ты. Ладно, третья подсказка ГМА, это проводить всегда нулевую сессию. Но у нас, благо, нулевая сессия проходит все время в чате, как и в чате, и мы там обсуждаем, что-то, как, какие ожидания будут от игры. Правда, она у нас не особо насыщена нулевая сессия получается, потому что зачастую либо кто-то пропускает сообщение, либо что-то, еще что-то, но, в принципе, у нас, мы договоримся о чем-то, что мы ждем от игры, и, в принципе, у нас идет пока что это все ровно, поэтому, кстати, у нас, я думаю, нормально. Мы чувствуем друг друга. Да. Чувствуем. Самое кокоро. Вот Хиллерис пишет, одну партию так было бы весело сыграть, но если мрачный сетинг и мир это по поводу предыдущего игроку против игрока, тут это подоспел, подоспел. Ну, среди уложили спать, скупали и можно чуть-чуть расслабить губы. В чат в чате программного подсказки гэмом 50 штуках поэтому у нас есть давай магистры теперь что не доводилось сталкиваться с гэмом который играет против игроков и ног а вот игрок который ждал чтобы мастер и пытался его битерс расстраивался что грим помогает игрокам был я как частично понимаю я например мне не нравится что ты жалеешь нас в ккд уже на протяжении почти 30 на это я помню но хотел спойлер начать а потом понял что не вышли серии и бы я уже сегодня три раза себя остановил сложный сложный продолжим потихонечку продолжим таком случае так подсказка следующая гэма гэму это номер четыре то знать правила но это мы сегодня обсуждали без знания правил зачем ты садишься играть есть только тебя не игра по фан поэтому просто пропустим следующая подсказка не зацикливаться на правилах как мы уже об этом говорили все просто написано книги игрока всегда в любой системе является как-то как-то сказал рекомендации рекомендация спасибо даже написано в любой книге что седьмое море я читал что я вот сейчас читаю легенду пятика лет там написано главное правило нашей игры это если какое-то правило вам мешает играть прикольно то не пользуйтесь поэтому если вдруг какие-то правила немножко не попадают в вашу игру то можно их принципе смягчить обойти ли типа того почему нет если все как-то классно получается по крайней мере по или следующий пунктик это говорить с игроками и слушать их ну это важно потому что если ты гм и ты прислушиваешься к тому что твои игроки делают что они планируют ты с ними обсуждаешь возможно следующие вот паша допустим час мы готовят пираты второй сезон и он с нами со всеми обсуждают заранее как мы хотим как мы видим вот сначала то есть игру в втором сезоне он создать со мной на моего нового перца он обсуждать с ребятами кто куда плывет в общем ведется обсуждение потому что грим должен прислушиваться к игрокам и вести с ним беседу это правильное правило ну все должны получать удовольствие так или иначе все равно ну как бы они только там кто-то один мастер конечно меньше всех удовольствия получает ну смысле не знаю мне я вот когда вел игру ну когда что-то коротенькое это одно когда ты делаешь что-то большое ли тебе нужно прочитать миллиард всего-то ну ну так потому что я не модуль да да это тоже еще ну или вот новые системы сложно начинать я вот легенды пяти колец я уже во второй раз и книжку прочитываю у меня стоп в общем сложно быть мастером жалейте их следующий пунктик это становиться лучше как может быть они для вас будет открытием но к сожалению мы все не мерсеры здесь с вами поэтому всегда как до сколько ты считал себя херен и мастером всегда нужно как-то стремиться делать что-то лучше и выше с чему-то учиться чего-то новое узнавать как-то повышать свои навыки в знании если ты веришь одну какую-то систему то повышать навыки умение ввести ее и навыки знания и и каких-то таких сторон которые особо не затрагиваются может быть на тебе пригодятся в будущем в общем нужно повышать свой скилл всегда честно говоря у роли мастера столько направлений деятельности но то есть которые ну не один я думаю мастер ну может быть те кто играет там уже по 20 лет ну то есть такие как бы там никогда никто из нас никогда не станет мерсером он на несколько десятков лет впереди нас но очень много направлений для развития я частично слушал то что вы говорили по поводу изменения голосов если ты стесняешься у тебя не получается тренируй это если у тебя проблемы с там с какими-то хуками сюжетными но почитай книжки которые рассказывают про структуру сюжета и прочее прочее где-то ты почерпнешь какие-то идеи сложно тебе придумывать злодеев каких-то но почитать ту же литературу про там в книгах как сформировать прикольного злодея который бы не просто был бы злым и хотя хотящим убивать просто так направлений для мастера просто миллиард честно говоря куда развиваться главное знать какие-то свои ну свои слабые стороны которые сторону которых нужно развиваться он хиллерис пишет жильки мастер тогда если в розыгрыше что он возьмет смазку да он убьет его персонажа красиво они потопят его в говне хотя у нас один джиннин персонаж по умеру в говне знаешь и в говне можно умереть красиво спора нет справа номер красиво я считаю до сих пор вспоминаю плачу пойдем дальше похороны опорханы были какие на закате в траве больше красивым кабин в общем следующий пунктик это правило да и мы знаем такую вещь как мастер не советую все время говорить нет поэтому вместо не ты можешь говорить да и то есть например мальте моголе я я хочу вот допустим перелететь с этой крыши на другую ты говоришь ему да ты можешь ты можешь упасть с балкона ты хочешь попробовать он задумывается хочу ли ну здесь скорее второе правило потому что сразу же зайдем или правило дано то есть да ну ты можешь упасть балкона если да и ты можешь сделать проверку допустим полета я не знаю проверку скрытости чтобы спрятаться к примеру так после этого же сразу следует правило нет что нет ничего плохого чтобы говорить нет то есть до мастеров должен в основном всегда говорить да игроку разрешать его делать какие-то действия разрешать ему что-то попробовать но нет ничего плохого в том чтобы говорить нет когда он допустим хочет допрыгнуть до луны или поднять там все в разумных пределах ну да все время идти на поводу у игроков как бы когда ты им на протяжении дам десяти игр говоришь да 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 на всех любые просьбы а потом фигак нет игроки скажет ты чё алё братан ну неси смазку игроки такие игроки такие и ушли камин аут ребят да он же гей вот это сюжетный хук да да поэтому да не стоит стоит всегда говорите в большей части не говорить игрокам да и или да но и время от времени в разумных пределах использовать нет следующий пунктик у нас это избегать соло битвы с боссами но тут логично это что именно ну допустим я если группа дни отделился от party и идет в один чистить ружетям это неразумно поэтому стоит его от этого ограждать мне кажется ну да согласен но с другой стороны у зависит да он да у нас как раз я хотел сказать что у нас немножко похожий момент его вполне оградили если я так скажу если игрок подтянет эту битву с боссом если ты знаешь что он потянет то почему нет согласен ну или или я например вот ну если это твердое решение именно персонажа то есть соответствующие персонажа ну почему тоже нет ну значит он знает на что идет как бы не вы как бы может быть он хочет не знаю самопожертвование какое-то организовать драматичное это и выбор его персонажа ну почему бы и нет как бы все зависит от контекста конечно тут наверное именно стоит с точки зрения что но вот есть данж да и так получилось что куда он пошел левым коридором и вышел на тела мат до чая на вышел а там тебя мат ну сделайте так что тебя мат спит или там еще очень чтобы он типа не отъехал с тут же а если он специально такой только знаю что там темат поэтому пойду и наваляю и стоит здесь стойте здесь ну тогда все санечка что-то хотел сказать переболела пока вы говорили они ест вареники просто следующий пунктик это соблюдать игровой баланс в плане того что в плане магических предметов как минимум если ты раздашь своим игрокам слишком мощные магические предметы на ранних уровнях или если ты раздашь игрокам слишком много магических предметов на ранних уровнях то это будет просто каша из какой-то магической херни со временем к этому придет так или иначе это разумный совет поэтому здесь даже добавить и нечего баланс нужно собрать баланс нужно раскидывать или допустим если даешь игрокам сразу в одном месте кого-нибудь магическую магических предметов это тоже глупо нужно всему свое время на скажем так лучше отложить на потом следующий пунктик это делать интересный дизайн битв и энкаунтеров мы обсуждали как-то на одном из стримов в этот момент что если твои твой энкаунтер или твоя битва выглядит хотя бы именно в театре разума выглядит красиво и интересно то она куда более запоминающийся нежели просто какой-нибудь рандомная битва с гоблинами или кобальдами в коридоре поэтому лучше делать мне кажется ритвы реже но красивше чем больше и однообразней следующий пункт вы используете правила перед тем как их менять это очень хорошее правило если ты знаешь что в книге игрока есть какое-то определенное правило на тебя на не очень нравится ты попробуй во время игры его использовать применить и если она действительно тебе не понравится твоим игрокам то почему бы не поменять его так как вал вас устроит как бы следующий пункт это строить энкаунтер отталкиваясь от хода дня игроков как это понять это если твои игроки весь день бились с монстрами и у тебя запланирован сука на ночь еще один энкаунтер они же не успели отдохнуть лучше этот контур отменить потому что игроки будут ныть что сука почему почему у нас тогда так было потому что я плохой гейме хочу чтобы страдали я вы еще не поймли да все это время я был злым геймом а еще мне тут раньше напомнила знаешь что напомнила dragon age фэйт что саша сказала что сразу это вот мы я помог этому рассказывали нам у нас катюша есть которая с нами играла пару серий чего-то до психушки психушки как играла психушки она нам как-то решилась провести партию по фейту это была самая глад самая запоминающийся играм моей жизни потому что боже у нас это проходило да я растерзали собаки нас проходила так типа история строилась так вы приехали в лес на вас нападать волк мы делимся с волками с волками израильные причем такая суровая битва с волками было хардкорная оголодавший говоря по пожестче я бы хотел сказать некоторых монстров вообще встречал игры сверху когда очень волкина на костыля ли мы такие надо отдохнуть пойдемте спрячешься в этой пещере мы только заходим эту пещеру к вам пещеру заходят люди они направляют на вас луки и говорят что вы здесь делаете мы пытаемся выстреливаться они начинают на стрелять меня моего персонажа разбирают в ногу потом нас всех связывают и ведут 3 я тебя вылечил потом да если что меня у нас так получилось что у пашин персов мог хилить только меня почему остальные хире не получалось от хиро только гнова нас три дня вели беда с пробитой ногой вели три дня куда так вы на какой-то покой той местности херпа никуда мы пришли в какую-то деревню там битва началась мыслишь нам не поучаствовали появилась когда угольная хирма не спрятались в каком-то водопаде по моему и газа водопадом была пещера и какой-то ход дальше уже не помню там и пусть снова были битва очередной в общем это был хардкор потому что я просто я просто бия просто лицом бился от стол и кричал за что это был яркий пример темного фэнтези ты знаешь когда ты собираешься на игру надо брать с собой несколько листов персонажей уже подготовлен хотя бы дойти до конца локации следующий пунктик следующий пунктик это не слишком загоняться то есть бывает гэмы которые очень переживают по поводу течения игры по поводу того чтобы происходить они прям загоняются прямо придрачиваются к сюжету ко всем правилам я яркий пример вот такой штуки я просто это отнимает столько нервов скорее нерву времени это практически не отнимает это отнимает в основном нервы когда ты и и ты тогда игры ведешь не очень хорошо вот поэтому совет так не делать лучше расслабиться и просто играть в игры если что-то просто не получается то либо это убрать либо это каким-то образом это изменить и просто быть чилить во время игры чилить я смеюсь я совершенствуюсь в этом направлении я знаю что это мой косяк но я совершенствую следующий пунктик это планировать но не быть привязанным к плана потому что мы все знаем что это нарратив и он имеет свойство меняться в любой момент игры по силу если у тебя есть какой-то план до тебя есть план игры у тебя есть план на происшествие какие-то события но старайся как-то особенно не рассчитывать на что-то зайдет потому что все может пойти по бороде и совершенно другую сторону чаще всего я когда пиратов начал вести у меня был план я как бы вот это высокоподготовленный гэм я подготовился и просто в первой серии во второй вы вообще делать такую дичь которую я даже как бы не думал что зачем ее делать вот и потом я подумал отключил микрофон в пень я решил я подумал о каких-то промежуточных точках а дальше уже как пойдет предугадать него следующий совет это мы уже обсуждали не раз сегодня до поступки игроков влияют на мир как бы я думаю можно пропустить потому что и так мы тоже обговаривали следующий пункт приключения делать приключения с определенными миссиями то есть не просто кидать игроков в мир чтобы они по нему шатались делать так чтобы игроков была уже цель какая-то если это конечно не песочница случится при можно делать принципе что хочешь но если тебя это какой-то определенная задуманная миссия то нужно игрокам дать эту самую миссию и цель чтобы они к ней шли это логично это мы где-то уже говорили о том я не помню в каком про какую тему но то что мастер ну желательно дать в самом начале какое-то четкое направление деятельность ну направление хода где развития событий игрокам чтобы они не тупили он про ваншот это было он солярис пишет что очень старался сделать нарратив а игрокам очень понравилась сессия полностью состоящие из битв после этого он расслабился ну вот видишь как раз об этом мы сегодня говорили что ты на нулевой сессии или где-нибудь обсуждали с игроками чтобы интересно было бы чтобы было вот рибольàn шибит мы ли больше социалок или больше исследований загадок 17 это обсуждаешь я не тебе говорят и уже имеешь примерно представление того что какую именно игру тебя строить если у тебя есть наброски определенного на 8 ваншот от а то может запросто давайте мне он вообще бить или наоборот добавить большки залки зависит от того что хотят ты игроки есть не того что ты хочешь сам надо даже учитывая что мы уже как бы не 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 первый день играем ну и примерно каждый из нас понимает кто чего из игроков любит предпочитает какую часть ныри больше но все равно каждый раз какие-то моменты обсуждаем что было поинтереснее как собственно говоря следующий пункт это использовать глаза и уши игроков не в смысле отрезать их продавать на черном рынке не то в смысле что это же настольная ролевая игра у нас здесь визуала в принципе ну как такового нет мы все это объясняем и показываем людям и таким образом ты показывая жестами объясняя меняет он из своего голоса объясняя им ситуацию положения ты таким образом игра игрокам открываешь целый мир показываешь им все что происходит в округе посему вполне себе логично использовать именно эти сенсоры человеческие для того чтобы улучшить свои игровые свою игру и чтобы игрокам больше нравилось я вообще люблю такую же меню ну то есть и меня мне очень нравится когда музыка есть в игре потому что это так как я музыкант я люблю музыку в принципе вот и поэтому вот музыка создает ну прям дикую атмосферу от музыки прям очень много зависит также как и все остальное если там ты нашел какое-то письмо порванное то ну прикольно там вот как в этом в королевской битве или как она королевская рати когда женя выдал такой пожелтевший листочек своей рукой написанный типа записная книжка прикольно смотрелось так аутентичненько и как-то лучше позволяет проникнуться так собственно следующий пунктик это игрокам нужно научиться играть их персонажей вот это вот большая проблема ты мог игре можешь принципе им помочь в объяснении того как ты видишь их персонажи да но некоторые игроки у нас иногда есть такие игроки которые не совсем понимают как именно отыгрывать своих персов и как именно их персы должны поступать тех или иных ситуациях может их есть представление как поступать поступили бы их перси но это никак не отражается собственно говоря вот игруши и как г что такое и кгм ты я думаю должен помочь чем разобраться с этим и давать некоторые подсказки как ты видишь чтобы персонал чтобы как как ты видишь как их персонаж должен себя подавать умер вполне адекватно вот ну то о чем с тобой мы разговаривали по поводу медира когда я с тобой советовался ну как бы как как его какие мои представления и как со стороны это и как может лучше сделать ну как бы да почему нет это нормально ну как бы не всегда мастер конечно видит персонажа так так как хотел бы его видеть игрок тут только можно просто как-то пообщаться и наставить на путь истинный у нас там саша сравнили пропали со стороны уехал со что здесь еще не слушаю так собственно следующий пункт напоминает игрокам что часы всегда тиквы то есть игроки очень любят отдыхать во время игры большой отдых молодых все дела чтобы восстановить свои силы тебе к гэму нужно постоянно им напоминать что мир то живой мир движется в принципе какие-то события могут произойти если это не шут конечно если ваншота на принципе беспокоиться не о чем хотя тоже бывает ваншота что такие что тебя подгорят постоянно но в целом мир твой живой мир происходит в мире происходит какие-то деяния какие-то вещи поэтому постоянно поймать игрокам о том что вы того часу отдыхаете делать небольшой отдых но там за стеной как бы сидят группа скелетов которые могут любой момент ворваться и к вам или в следующей ближайшей деревне и перебить всех там на улице к чертям как и в битах собственно говоря стоит иногда подгонять игроков чтобы они немножко быстрее шевелились не растягивали игровую сессию во время битвы у нас это было кстати по моему в последний день деда ты кому-то сказал что ты сидишь и не до рома не успел рома задумался я я типа я просто забыл что у меня заклинание типа я очень давно не играл персонажем я забыл что у меня передо мной две недели не играли там три недели по мне играли не 4 или 3 3 4 короче передо мной лежит папка и в папке мои заклинания я это забыл я начал гуглить заклинания в телефоне ну и типа вполне обоснованно даня сказал что ты ни хера не делаешь и я нихера не делал но учитывая что ты про атаковал ну да есть ему там бонус когда я хотел что-то сделать я хотел найти это заклинание но я я так как играл играю волшебником я например перед игрой про чекал все свои заклинания чтобы вспомнить вообще чё как работает где какое учитывая что я играю еще и на английском поэтому я потратил время чтобы не тупить на игре особо заберем к следующему пунктику следующий пунктик это все время он нет получать фидбэк от игроков что тоже важно потому что игрока может не устраивать что-то во время игры то есть вас по допустим можно даже нулевая сессия но во время игры скроется к у него эти пункти которые будут не устраивать тебя или игроков и было бы хорошо если бы игроки высказывали свое мнение в буду прошедшей игры не прям срали на тебе что-то говно и гэма и не стоит я переводить а просто высказывали свое мнение что вот здесь бы я сделал по-другому или вот здесь вот я думаю нам стоит немножко смягчить повороты или на волю хотелось больше там битв или нам хотелось бы больше салки очень все это обсуждается вполне может обсуждиться после игры это 20 фидбэком и игроки высказывать свое мнение чего бы им хотелось и к этому стоит прислушиваться потому что ты же должен быть хорошим и так да и в принципе нормальная коммуникация как бы почему вы как после того как ты провел игру там четыре часа не спросить о как вам ребята вообще да 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 есть я сейчас как бы я буду присутствовать слушать вас выключу чтоб не шумела дорога хорошо давай сейчас так следующий пункт у нас постоянно гэм должен двигать игру вперед но это обсуждали на одном из стримов что игра можно ступориться и игроки могут сеть бухать в одной таверне все на все всю сессию поэтому иногда нужно их подгонять изгонять насиженных мест чтобы не двигались вперед набивать тату ли например да на голове это был классный шаг бросить ленту на растерзание васи выгоды пойти бить тату ли я был пьян оправданный шаг согласен следующий пункт помнить что игроки создает решение проблем то есть допустим у тебя есть ловушкой у тебя есть какой-то определенный фактор какое как обезвредить это ловушку так но игроки могут придумать что-то другое и запросто могут обезвредить эту ловушку таким другим способом и позволять им это делать потому что если не придумали сильно классно интересный шахты почему бы нет почему бы нет о ой-ой-ой ок пишет цивилизации пожертвую душу бросит ищать я с тобой полностью согласен я был период когда в цивилизацию играл наверное месяц напролет просто непонятно что игроки создает решение за оригинальные идеи надо поощрять даже если они идут там противовес твоему задуманному следующий пунктик быть осторожным с хомбрюшными правилами ну тут как бы ясен красен что хомбрюшные правила это на той хомбрюшные правила кто-то их придумал не они официальные могут быть запросто не сбалансированными поэтому разрешаешь игрокам использовать хомбрюшные правила слишком много и они выждут их просто направо и налево то игроки могут сделать им балансного хера который будет просто твоих твоих темат просто вот крошить и так вот одним пальцем поэтому конечно с этим надо быть осторожнее но на самом деле я скажу можно и но типа обычными классами не хомбрюшными крошить тема большинство хомбрюшных классов большинство ну вот честно просто скажу я многое видел процентов восемьдесят окружных классов значительно слабее самых сильных классов самых сильных архетипов каждого класса поэтому если говорить о хомбрюшных и не хомбрюшных то типа из обычных классов и мультиклассов и всего такого можно сделать супер неимоверную имбу которая будет крошить все в мясо и и в труху но дело дело немного в другом дело в том что есть некоторые хомбрюшные вещи которые вообще не знаю как многие вещи проходят какой-то ценз на всякие сайты посвященные dmd и всему остальному их вообще как туда пропускают там просто иногда бывает неимоверно сумасшедшие сильные вещи которые не должны быть вот магистры пишет следующий шаг после цивилизации это еще в андерс 3 бля иначе в андерс была очень крутая игра на самом деле я помню я мне тоже время очень долго залипал а солярис пишите на такое стеларис стелариса тоже играл свое время так следующий я по поводу кстати хомбрю хотел сказать не в плане классов для меня хомбрю например меньшей степени классы потому что ну классов 1 миллиард и они как бы типа официальные неофициальные но они уже давно сбалансированы а вот именно какие-то твои правила которые особенно ты например там попал по ходу игры придумываешь свои хомбрюшные и начинаешь каждую сессию игрокам предлагать какое-то новое свое хомбрю ну как бы надо заранее это все обговаривать а мы об этом говорили все рода следующий пунктик балансировать историю и игру опять таки вопросу социалки и вопросу битв encounter мы играем когда сталку активно у нас допустим много разговоров сидела на загор 1950 настольная игра так или иначе и не стоит забывать именно про броски кубиков или как минимум про сцены битв все же сам общем не стоит забывать нужно действительно содержать баланс если конечно твои игроки не решили что давайте все время трасс или все время разговаривать но стоит собрать именно гибкий баланс чтобы всем было в удовольствии и разговоры в определенной массе играть и битвы определенной определенных ситуациях кстати не знаю написано уже там такой или нет наверное написано но все-таки скажу как правильно сказать сформулирую в голове мы продолжим качество гэма и на то насколько хороший гэм зачастую зависит от того насколько хорошо ты знаешь своих игроков насколько хорошо ты даешь им открыться во время каких-то сцен энкаунтеров и все остальное то есть если у тебя в игре есть такое что один персонаж постоянно задействован валиден и нужен ну именно по системе по вставания а там один абсолютно нигде не пригождается то скорее все тебе нужно задуматься чтоб тебе сделать такое чтобы тот персонаж который не пригождается пригодился и все поняли его полезность и все такое ну да создавать для момента для каких-то ну для каждого персонажа отдельно да если один хорошо там не знаю лазать по стенам ну сделай ты какую-нибудь локацию где мы лезть карабкаться или что-нибудь такое и он проявит себя кто-то если не знаю там ну вот например а это будет спойлер я не буду говорить тогда простите собирая слова вор тяжело не говорить когда ты сыграл уже какое-то время на серии не вышли ну да это хорошая идея ну я вот например люблю в жизни не люблю поговорить о бенде я за 80 процентов социалки топлю но при этом когда потом после таких долгих двух-трех серий просто разговоров и чего-то такого возникает битва это прям аж так встряхивает кайфово мы и какая грейпбе в смысле во время ловушек в доме она была супер пара маленькая большая побежала следующий следующий пункт это чтобы быть крутым гэмом нужно дать игрокам возможность сиять и сиять не в божественным сиянием а именно дать им как свой вот о чем сейчас мама говорю дадим шанс себя проявить до следующий пункт нормально понимать что нормально когда твои игроки уходят с игре то есть кому-то надоело кому-то не нравится кто-то просто не сошелся характерами да с остальными игроками всякое может быть и если вы игрок от тебя уходят не нужно как-то в этом об этом на этом загоняться такое бывает мечтает душ и ждать ночью ванны следующий пункт спрашивайте игроков что они хотят делать дальше принципе насколько мне мой опыт игровой говорит это не такой обязательный пункт потому что игроки обычно сами между собой во время игры обсуждают как их как персонажи обсуждают какие дальше действия предпринятия как бы спрашивать зачем их если ты так все знаешь прекрасно поэтому но если они такие скрытные не еще не распланировали свою следующую поход куда-то то в принципе можно не спросить я думаю и узнать что куда выходить пойти дальше что делать дальше следующий пункт использовать готовые приключения или модуль ну как бы о чем тут обсуждать ну да используй почему нет как бы не хочешь не использую не все состояние написать свое собственное приключение мы все используем учит а модулей лечит и приключения на хоть и даже книги или комиксы используя для того чтобы делать свое приключение как бы использую чего угодно лишь бы вам всем нравилось это правильно при этом почему не использовать например готовые вот модули как клад королевы драконов как этот зал граммову как он этот грозового короля или как он называется приключение там прогреть эстрады да но не там тоже из бездны но они сами приключения крутые почему в них не сыграть там классные истории чего такого страшного до следующий пункт готовится к проведению модуля ну или игре в принципе но если это как бы основополагающие должен готовиться к игре потому что не готовишься может получить лютая херня но если ты конечно не гений какой-нибудь у тебя все игры без подготовки лечат просто на ура поэтому или это приключение которое ты провел уже раз 10 15 да 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 там уж конечно не готовится если делать так все уже наизусть сделанных я сыграть следующий пункте господи не усложнять не усложнять то есть не делать игру для себя сложнее не делать ему сложнее для персонажа для ребят которые с тобой играют в принципе не за это тоже самое родности к пункту не загоняться то есть я думаю это можно совместить потому как можно и загоняться по поводу происходящего в игре можно загоняться по поводу правил можно все это загоняться поводу всего что происходит и в итоге это все все станет слишком сложно играть в эту игру и в итоге она превратится тебя в кашу в голове и поэтому это дело только все хуже. Следующий пунктик, господи, их еще столько, как так много. Ладно, не так много на самом деле. Мы идем уже к прямой финишной. Следующий пункт, не бояться провалов и ошибок. Все начинают с чего-то, все где-то ошибаются, все где-то могут отступиться, сделать что-то неправильно, в этом нет ничего страшного, все учатся на своих ошибках, мы так делаем всю жизнь, не только в играх, как бы это нормально, не нужно этого бояться. Если ты где-то отступился, сделал что-то неправильно, ничего страшного, ты теперь знаешь, что делать не стоит, и ты сделаешь в следующий раз по-новому уже получше, помни. Что еще здесь говорить? Да, не надо тыкать потом все последующие игры своего мастера. А помнишь, ты лошара, ошибся. Игрокам не стоит такие вещи делать, потому что в таком случае игроки быстро умрут. Или придет просто искать нового мастера. Или так, да, или так. Следующий пункт делать запоминающихся NPC. Ну, это примерно та же история. Это сложно. Ну, сейчас очень много ресурсов, которые в этом помогают. Но это на самом деле ничего сложного нет. Ты, если какой-то очень важный ключевой NPC, ты запросто можешь сделать его запоминающимся, хотя бы как минимум изменив меру по манерам общения. Как сменит. Я вот просто свое мнение скажу. Давай. Смотри. Есть мастер, у него есть манера повествования. И у него в голове, у мастера, в его театре, возможно, этот персонаж является очень необычным и запоминающимся. Но по факту он может быть похож на его какие-то некоторые передыдущие персонажи. И мастеру самому достаточно сложно сделать нового, крутого, запоминающегося персонажа. Но это просто сугубо мое мнение. Потому что, во-первых, должен быть какой-то прототип. Он должен сильно отличаться от чего-то, что у тебя уже было. И должны быть какие-то особенности. Тот же голос. Нужно какой-то особый голос, скорее всего, для него. Какие-то замашки. То есть это нужно очень сильно расписать прям персонажа. Это не получится так. Ну, там есть вот мельник, как бы. Вот он есть. Тебе прям нужно взять. Вот как... Есть листы такие специальные для особых персонажей, где много разных черт, разносторонних можно описать и так далее. И вот, как по мне, создать прям запоминающийся такого крутого, хорошего персонажа, которого вот твои игроки будут еще несколько лет вспоминать. А помнишь, там вот был зашквар смешной прям капец этот... Еще чем-то такое. Это будет сложно очень. Ну, зашквар это уже запомнил. Ну, так на то, как бы. Не надо... Никто же тебя не заставляет продумывать каждого персонажа. Персонажа, вот, ну, как супер запоминающимся. Не надо там придумывать торговца или кого-то еще. Не знаю, можно торговца придумать запоминающимся. Например, в Critical Role есть торговец. Торговец в городе Pumat Soul. Ну, вот он реально запоминает... Я запомнил его единственного NPC из всех, кто был вот за 90 серий, которые я посмотрел во второй кампании. То есть, потому что там... Вот там было сочетание. Там был голос. Там была фишка с его внешностью, поведением вообще. То есть, вот... Хотя обычный торговец, по большому счету. И всех остальных я вообще не запомнил. Реально, я запомнил только вот этого торговца из NPC. Ну, вот это как бы фишка мастера, как придумать прикольно. Но не нужно придумывать каждого. Лучше придумать каких-то важных. Да, важных, важных. Хелли Эрис пишет, будет ворно, если ККД полностью сойдет с рельс. К примеру, все пойдет по Under Dark'у, и Ларон вынесет всю Тиму, чтобы совратить Тиамат. Дается, мне все идет к тому, что Ларон хватит, совратить Тиамат. И на этом закончится. Если у Тиамат есть трехручный меч, боюсь, что мы уже мертвы. У меня должен быть трехручный меч для Тиамат. Возможно, Тиамат воротит Эррона. Все может быть. Я буду кидать броски проверки. Ладно, дальше пойдем. Подожди, подожди. Это как Ширеки, у нас будут такие полусветящиеся драконы. Полусветящиеся. Дети полусветящиеся. Все. Блин, ну тогда, ладно, я согласен. Ладно, следующий пункт, и как раз у нас напрямую относится к предыдущему, это делать какие-нибудь смешные запоминающиеся голоса. Это всегда разноображивает игру, всегда придет им какую-то окраску. Но тут тоже надо адекватно думать, кому сделать смешной голос. Ну да, или если ты там приходишь к какой-нибудь королеве, или к какому-то такому серьезному, серьезному NPC, который будет долго сопровождать твоих персонажей, ты будешь говорить там, да, каким-нибудь голосом Лунтика, ну как бы это будет... Он, конечно, скорее всего запомнится, но это будет странно. Так, ну следующий пунктик... Помнить, что враги, на самом деле, все враги, они не идиоты. Для исключения момента, когда они реально идиоты. То есть враги могут строить стратегии, враги могут сбегать с поля битвы, если это сейчас выгодно. Враги могут делать разные вещи, потому что они хотят выжить. Они не всегда кидаются, как в камикадзе, на битву, чтобы убить себя и своих близких. Ну да, и они могут не убивать героев. Возможно, они могут их связать и куда-то сунуть с какой-то целью, возможно. Да, не надо думать, что любой монстр или любой противник – это тупой кобальт. Да даже кобальты не тупые. Есть нормальные ребята. Да, следующий пункт – все время читать и чему-то учиться. Но это чисто, это даже в личности, в принципе, индивидуально поможет. То есть я вот, допустим, заметил, у меня был период в жизни, когда я просто забросил чтение, книги не читал никакие, больше задротил в приставку или на компе, или смотрел сериалы. Я просто почувствовал, реально почувствовал, как я начал тупеть. Вот, я реально, я просто, я перестал, мне перестало получаться строить какие-то предложения, знаете, какие-нибудь длинные, с какими-то вставками умными. А у меня перестало получаться нормально соображать даже, потому что я, в принципе, понимал, что я вот, в определенной ситуации у меня в жизни, я понимал, в принципе, что она такая, так сложилась, как она сложилась. Но я как-то сидел, я смотрел, думаю, эх, херня. А когда ты читаешь, ты так или иначе, как-то, ну, интеллект, что ли, повышаешь с 7, ты становишься как-то, ну, не знаю, как-то по-другому, немного начинаешь смотреть на мир, и реально словарный запас у тебя повышается, да, ты как-то можешь свою мысль, речь выражать более красочное. Ну да, как минимум ты говорить лучше начинаешь. Если ты мастер особенно, тебе много надо говорить, и ты должен, ну, у тебя речь должна быть не такой плохой. У меня, конечно, в жизни речь чуть лучше, чем когда я мастер, потому что у меня мозг отключается. Но когда я играю, ну, не легче. Во-первых, я читаю книжки, я вижу, как там говорят, в том же фэнтези, то есть можно, ну, то есть ты примерно понимаешь, какие слова использовать, какую речь, какие обороты. Ну, и вообще, как бы словарный запас не лишняя вещь. Да, поэтому читайте книжки, постоянно повышайте свой навык общения, и, в принципе, интеллектуальный запас лишний не будет. Следующий пункт – красть идеи. Что, в принципе, неплохо, потому что почему нет? Не красть, заимствовать. Да, все верно, все верно, спасибо. Как бы, во-первых, Энерий сообщества, оно само по себе такое, что тут нет такого, что ты, ах ты, сука, ты используешь мою задумку в своей игре, все, ты проклят навсегда, я подойду тебя в суд. Тут, благо, люди выпускают свои шоты, свои какие-то задумки, свои какие-то, может быть, предметы, которые они вот на пятую редакцию, очень много предметов всяких разных выпускается, правил, дополнительных, брюшных правил также. Все это выпускается в свет, типа, бери, используй, почему нет? Многие, которые делают собственные миры, выкидывают, укладывают карты свои в мир. Люди дают тебе этим пользоваться, бери и пользуйся. Почему нет? Если находишь кучу каких-то чужих модулей, то возьми эти модули и используй в своих играх. Как бы, алло, мы как-то играем, это официальное приключение Wizards Coast. Они же мне, как бы, не сказали, типа, ты что, охерел, что ли, не смей играть эту игру. Они, наоборот, выложили его всеобщий доступ, доступ играть ради бога. Да, в Нариса оптицы как-то проще. Люди, наоборот, хотят, ну, стараются, по крайней мере, поделиться, там, наработками своими какими-то. Поэтому, ну, почему нет? Ну, или даже, если, про позаимствовать, ну, если ты увидел где-то, как ты до этого говорил, ну, если ты увидел в комиксах прикольные фишки, там, не знаю, в кино, в сериале, там, где-то еще, там, в книжке какой-то, ну, почему не адаптировать это под свою игру и не дать игрокам сыграть этот классный момент? Райца все получат удовольствие. А если кто-то еще, ну, и, например, узнает момент, то это, наоборот, будет прикольно, скажет, потом тебе, а-а-а, это ты вот оттуда взял, очень классно, то есть, это, наоборот, как бы, это как ссылки в фильм, пасхалки, да, в фильмах, то есть, наоборот, прикольно. Поэтому... Да, Селярис, это и есть, Калинка-малинка, я же за Русь играю, матушка, ты что? Татарский город Казань, Петербург и Москва. Да, я же, вот это все нормально, да. Ладно, следующий пункт... ХПЧ-мак. Следующий пункт, не бояться сделать паузу и обдумать дальнейшие действия, если тебя загнали в тупик. Понятно, что мы все ГМы, которые должны казаться, что, типа, у нас все под контролем, и мы еще все... Весь процесс, что у нас играет, идет, мы все контролируем. Но бывают такие моменты, что игроки делают какую-нибудь дичь, и ты охереваешься-то дичь, и не знаешь, что делать с этим. Посему, нельзя бояться в один момент, сказать, ребят, давайте сделаем перекур, я пока подумаю о том, чтобы сделать садистацию, которую вы для меня устроили. Вот и убежать. И убежать с криками, да, схватить свои вещи и убежать с криками из дома. Симку. Да, и скрываться в другой стороне. В этом нет ничего страшного, как бы все мы люди, как бы все мы... Все понятно, что не у всех хватает тему сразу же догадаться, как поступить в отдельную ситуацию, и нужно время, чтобы ее обдумать. Поэтому... А Энеррия, если ты играешь серьезно в нее, то тут бывают такие ситуации, когда тебе нужно реально придумать хороший ход, и на это тебе придется какое-то время. Да, хочется же сделать не так, а лишь бы, чтобы было. Хочется же сделать так, чтобы было прикольно, как мир отреагирует. Не знаю, я тоже ничего стыдного не вижу, если ты скажешь, ну, ребята, вы дичь натворили, давайте на этом остановимся, а я к следующей сессии подумаю, как быть дальше. Да, вполне себе неплохо. Следующий совет это планировать то, что не хочется импровизировать. Ну, с одной стороны понятно. Да, ты не хочешь все время импровизировать, поэтому у тебя есть какая-то определенная локация, где будет происходить определенные какие-то конкретные вещи. И вот они будут действовать в жестких рамках, те, которые ты задумал. Потому что, ну, вот просто ты не хочешь проявлять чудеса импровизации и выдумывать что-то новое. Да, это никто не мешает тебе это сделать. Допустим, вот мы играли, что ваншот, вот это вот недавнешнее, что вы мне сегодня по этому поводу еще говорили, что были у меня вот эти три пути, которые вели ребят. Вообще, я вам скажу по секрету, в самом ваншоте, в описании, там не было многих вещей. Там не было никаких событий, происходящих в лесу. Там не было никаких... Не было вот это вот в конце концовочной хери, которая случилась, когда вы забрали амулет. Ну, еще некоторые вещи там, в принципе, не происходили. И я не хотел делать импровизацию в лесу, не хотел хоть рандомный энкаунтер вам киндать, поэтому я решил, что будет три пути у вас до точки нужной, которые вам добраться. И на каждый путь я накинул какой-то определенный заранее, подумал, заранее записал какой-то определенный энкаунтер, который должен был там произвести. Потому что мне просто не хотелось там реально импровизировать, это было бы слишком сложно, долго и неуместно. Посему я заранее их продумал, прописал, и они у меня были готовы к моменту, как вы отправились в ходе. Поэтому это хороший совет. Да, то есть все равно... Ну, не надо с этим перебарщивать, не надо заготавливать 10 вариантов развития событий. И, ну, вполне может быть, что это будет впустую потрачено время. Лучше как бы это время потратить на, не знаю, если это готовое приключение, на прочитку приключения, что если вдруг игроки сделают что-то неожиданное, ты сможешь в соответствии со всеми своими знаниями сориентироваться и направить их в нужное место, чем готовить 10 заранее спланированных там каких-то шагов. Да, все верно. Которые будут невостребованы. Да, это самое обидное, да, еще будет еще. Да. Да. Ну, следующий пункт, это как раз он относится к предыдущему, это учиться импровизировать. То есть есть люди оттого с фантазией, если ты не умеешь импровизировать, есть сейчас в интернете куча, куча курсов, которые помогут тебе себе развить этот навык. То есть все мы не выделялись в свое время каким-то особой способностью к импровизации, к каким-то... То есть у меня, допустим, были за тупо, когда какой-то неожиданный момент случался у меня, допустим, у меня есть ребят. У меня вообще, на самом деле, я их не надо вспоминал, я когда был мелкий совсем, у меня когда еще было лет, наверное, 10, мы с пацанами собирались во дворе, и я доставал книжку, у меня была книжка, называлась «Монстры привидений НЛО». И в этой книжке были «Монстры привидений НЛО», как бы там просто типа описание каждого, типа всякие легенды. То есть типа городские легенды, всякие, что такое полтергейст, я только сейчас вспомню. И мы с Леонидом собирались, я открывал эту книжку на рандомной странице, и я, значит, я играл, я тогда еще не знал, но я играл тогда уже в ДНД, потому что я говорил им, что вот вы идете по улице, и вам встречается призрак! И мы такие, и мы начинали с ним обсуждать, что бы они сделали в этот момент, когда перед ним появился призрак. И это была очень крутая игра, в тот момент я даже не подразумевал, не знал, что такое НРИ, я вообще даже не слыхом не слыхивал о том, что есть такие вещи. Времена никто, мне кажется, не знал, в СССР Россия была. Да-да-да. И поэтому я недавно вспоминал об этом, и я вспоминал, как мы тогда играли, и какие были, я даже сейчас помню, какие там были тупые моменты и неловкие ситуации, когда я сидел и думал, что я не знаю, что сделать с Паснами, я просто тупо листал из странички, и думал, что вот, когда рисовал какой-то опоссум, пускай этот опоссум накинется на них из кустов. Это не была не импровизация, это было просто, типа, я открывал рандомный листик, и с одного рандомного листика я читал. А потом со временем уже со собой, у меня особенно Ютуб мне в этом помог, в импровизации, я натренировал себя, как мне импровизировать, потому что, когда я, допустим, для своего второго канала снимал видео, я сижу, чем занимаюсь? Я сижу час тупо разговариваю сам с собой. Я разговариваю сам с собой с камерой, представляю, что меня слушают люди. Это, по сути, есть импровизация, по большому счету, и это очень подтягивает, то есть, вы можете посмотреть какие-нибудь обучающие видосы на Ютубе, там же самое, вы можете спокойно просто тупо тренироваться каждый день, разговаривая сам с собой, вас никто не посчитает, может быть, вас посчитают сумасшедшим, но вы объясните, что я просто тренируюсь, поэтому, вот, но, тем не менее, в операции вполне себе можно развить, это не миф никакой, на самом деле, это все работает. Если херово с опровизацией, можно это себе поднять. Здесь хочется сравнить импровизацию с музыкальной импровизацией на гитаре, так как, как ни крути, а я гитарист, вся, ну, то есть, как делается в музыке импровизация на гитаре, то есть, ты наигрываешь багаж ликов гитарных, то есть, ну, маленьких эпизодиков, которые ты просто знаешь из других песен, из твоего жизненного опыта, скажем так, и когда ты импровизируешь, ты можешь, вот это оно автоматически используется, скажем так, так же, в принципе, и в Нри, если ты читаешь, живешь, смотришь, думаешь, как бы, ну, особенно вот это к чтению относится, там, к просмотру каких-то сериалов и прочего, то есть, тебе легче сориентироваться в каком-то моменте, то есть, у тебя это уже на подкорке, где-то мозга будет, и ты это сможешь в фигак раз вытащил и реализовал это в игре, то есть, как бы все, да, импровизация это не что-то такое страшное, либо, типа, есть талант или нет, вполне можно научиться. Да. Ну, перейдем дальше, следующий пунктик, быть осторожным с лором. На самом деле, для меня это сложный момент, потому что я, по большей части, я не очень люблю вчитываться в лор. Вот мне, я, у меня с детства не любовь к каким вещам, географическим, историческим, просто я не люблю эти вещи. Иногда интересно послушать, когда тебе рассказывают, но самому вчитываться в это, ну, мне не очень интересно. Да, я понимаю, что до и до этого фэнтези то же самое, и почитать про всяких фэнтезийных тварей, оно может быть интересно, но мне просто, знаете, никак не завлекает меня это, скажем так. Как это видео лора? Ну, видео лора, на то и видео, я тебе тут рассказываю, поэтому ты можешь послушать эти вещи. Вот тут у меня, кстати, связанный вот этот вот осторожность с лором и знание лора лично для меня очень связано с предыдущим пунктом, который касается импровизации. Если я знаю мир, в котором играют герои, мне легко импровизировать, потому что я знаю, что есть в мире и куда их, к чему могут привести их события, то есть, ну, я хорошо понимаю мир, я могу им подкинуть что-то прикольное или что-то такое, а если я не знаю мир, то симпровизировать мне, ну, процентов 20 возможность, наверное, а то и меньше, то есть, мне прям крайне сложно становится. Ну, вот у меня больше наоборот, то есть, если я знаю лор определенную территорию, то мне приходится к нему подстраиваться, и поэтому у меня импровизация начинает хромать, начинает сбиваться, я пытаюсь начинать думать о том, что типа, вот как бы мне сделать так, чтобы не подосрать этому лору, который вот здесь вот и есть в этой ситуации. Поэтому, правильно и неправильно. Почему бы не использовать его себе на пользу? Ну, вот, видишь, у нас в здании тут как раз обратные подходы, да, к одному. Я, когда все понимаю, то, что вокруг, я почему сейчас долго читаю легенду пяти колец, плюс, в принципе, лор этой изумрудной империи, чтобы понять, как писать историю в этот мир, чтобы в случае чего мне было легко, ну, как-то импровизировать. Да. Вот. Мне нужно знать все, чтобы я смог что-то потом спокойно, чтобы я мог получать удовольствие во время игры. Вот. А у Дани наоборот. То есть, Дани надо вести ДНД в своем мире. Тогда вообще изично будет. Да. Ну, или просто Дани нужно задуматься над тем, может быть, все-таки, типа, лор это не забор, который его ограничивает, а рельеф, который позволяет делать разные действия. То есть, он не ограничивает его в действиях, а именно позволяет правильно их направить и связать с чем-то и помочь в каких-то действиях. Где-то под... Я не понял. Я что, не говорю, что типа... Смотри, как Рома заговорил. Если бы он так говорил паладином в играх, какими же оборотами... Братан. Ну, простите, зачастую я специально красиво паладином ничего не говорю, потому что я тупой, во-первых, а во-вторых, потому что ввести в интеллект. А ты тупой паладин или ты? Не, я, я. Да ладно. Ну, смотрите, вообще мы отступили немножко, потому что здесь имеется в виду, что нужно быть осторожны с лором в правильном того, чтобы если ты действительно пытаешься гравести игры по определенному миру с определенным лором, то ты можешь отойти от этих правил и начнется какой-нибудь косяк. Потом в будущем может тебе вылиться в какой-нибудь нескладывание истории, скажем так. И, в принципе, это выяснили. Да, потому что любое изменение надо держать в уме в таком случае. Да. Если ты строишь свою историю на каркасе, то есть на мире, ну, как раз на лоре, это, в принципе, каркас, да, этого мира, на котором ты уже пытаешься построить свое приключение, то, конечно, если один... Саня пропал. Ну ладно. Пропал его. Ну да. Саня правильно говорит, да. То есть, если ты что-то меняешь в лоре, можно менять все. Это, как уже говорили, это не железные правила, которые нельзя обойти. Если ты что-то меняешь, ты должен подумать, как это впишется потом все-таки в последующем и в мир в приключениях. Отключилась. Я прослушала, что вы там сказали. Да, ладно, не могу. Мы говорим, Саня, молодец. А, ладно. Make acai great again. Ладно, дальше пойдем. Дальше пойдем. Как раз тема, которую мы недавно обсуждали у нас в чатике в нашем. Нужно помнить и напоминать постоянно игрокам, что ваша пати это блин команда. И что игроки, которые в ней играют, персонажи, которые в ней играют, они вообще по задумке должны действовать кооперативно, вместе двигаться в одном направлении и помогать друг другу. Не соглашусь. Нет, стой. Если мы и говорим конкретно о ДНД, то там изначально было правильно, что это кооперативно, и вам нужно двигаться вперед вместе. Если мы говорим другой ролевой системе, то там можно быть и ПВП, и что хочешь. Ну да, вот, например, я читаю сейчас легенду пяти колец, и, ну, исходя из самой механики, у персонажей могут быть разные цели. Просто они встретились вместе. И в конце это все может вылиться реально в дуэль. Ну вот, понятное дело, что можно и в ДНД сделать так, что все персонажи будут... В ДНД тоже, да. У нас у всех своя цель, так или иначе. У каждого из наших персонажей своя цель. Просто они объединены одним, скажем так, да, обстоятельствами. Ну, в принципе, как и в жизни. Вот. Но цели у всех, да, свои. Ну да, не надо выгонять одного игрока и одного персонажа, что он вот злой, а он говорит, что он добрый, что он торговец. В общем, понятно, что в любом случае любая сессия, любая команда может в итоге иметь свои цели и в итоге пересраться потом. Это будет прикольно, наверное, если ты играешь какой-нибудь длинный кампейн, и ты считаешь, что у тебя должна быть реалистичная игра. Но все-таки, если играем мы ДНД, то нужно напоминать себе и игрокам, что у вас кооператив, и вы играете как за сложную команду, которая должна действовать вместе, друг другу помогать. И тогда игра будет более ровной идти. Но если ты хочешь драмы добавить в свое повествование, то можно добавить срач между персонажами, почему нет? Никто не мешает, да, поругаться персонажем или, например, засомневаться в одном из персонажей, ну, вот как у нас было, например, на предыдущих сессиях, на предыдущей игре. Но нужно в итоге стремиться найти какой-то точки соприкосновения и все-таки выйти на общую деятельность, скажем так. Если даже мы друг друга не любим, но у нас есть общая цель убить Тиамат, окей, мы готовы там смириться со своими убеждениями и идти вместе убивать Тиамат. Но, допустим, отношения между героями и персонажами будут все равно такие натянутые. И это добавит разнообразия, по крайней мере, в игре. Да. Ребята, у меня осталось шесть пунктиков. Мы уже прям вот-вот-вот-вот на прямой финишной. Поэтому давайте, давайте. Итак, следующий пункт нужно убирать из пати и из игры игроков, которые, если это необходимо. В плане того, что если он ведет себя как мудак, если он не играет кооперативно с ребятами, ну, в плане того, что не то, что, как вот сейчас мы обсуждали, а именно он ведет себя как черт. Да. Если он не устраивает ни тебя, ни игроков и никаким уговором не подается, нужно не бояться просто такого человека убирать из игры. Он найдет себе либо нового гэма, либо сам станет гэмом. В общем, найдет себе выход с положения, но он просто не устраивает твою компанию, как бы, и приходится тогда его одни. Придется сжать яйца в кулак и сказать достанье. Сразу понятно, что Данил вырос в Сочи. Он сказал, если игрок ведет себя как черт, и вот просто по этой фразе сразу понятно. Да, спасибо за легкий ракет. Давайте дальше. Следующий пункт создавать ситуации, а не истории. Что это значит? Мы тут под истории подразумевается именно линейно повествование сюжета. По сути, ГМ должен давать игрокам определенные ситуации в их существовании, которые они должны сами решать. А если ГМ кто поведет по этим ситуациям, то это скорее рельсы и сомнительное удовольствие. Типа не рассказывать историю, а давать участвовать в этой истории. Да, да, все верно. Ну, это да, мне кажется, я не знаю, говорили об этом. Есть где-то я тоже видал или слышал или читал об этом, о том, что ГМ вводят NPC, которыми начинают играть как игроки, вместо того, чтобы... Вот это тоже, мне кажется, с этим связано. да, ты, ну, это на то оно и отличается от обычной книжки и сериала, что игроки могут влиять на все и участвовать в развитии событий. Да, интерактив. Интерактивное кино. Да, не просто нажимать пресс-экс ту вин. Пресс-тупэй респект. Ладно. Следующий пунктик это ГМу нужно быть гибким. Мы это уже как-то обсуждали. ГМ нужно уметь подстраиваться под сложившиеся ситуации, под вкусы и представления об игре разных игроков. Ну, это, наверное, подразумевается как гибкость. Поэтому... Ну да, менять план, если вдруг что-то в приключении игроки сделали не так, как ты задумал как-то самому меняться. Да. Да. Так, следующий пункт это награждать игроков, взаимодействующих с миром. Если твои игроки час копошатся в траве и еще в поисках какой-нибудь там, я не знаю, цветочка классного, дай им какой-нибудь зачарован цветовый. Пьют в таверне, они там где-то целый день, дай им какую-нибудь последствия против после попойки прикольные. Пытаются, я не знаю, выковать себе какой-нибудь трехручный меч, год уже. Да, и шеста года трехручный меч. Старик, пустай год. Вот в башиной игре в ведьминном пике мне понравилось. Я, кстати, запомнила, я нашла ракушку в этом фонтане и нашла красивый леденец в шкафу. Я запомнила самое важное, красивая конфетка. Это, конечно, были бесполезные подарки, но тем не менее. Ну, смотри, не запомнила, как она в седьмом море не нашла в своей комнате 25 тысяч. Это я запомнила, это ранило, у меня шрам на сердце до сих пор болит. Это я, это не забыть. Ладно, следующий пункт, и к слову, предпоследний пункт на сегодня, это планировать статус-кво. Что это значит? Это значит, что нужно заготовить какой-то определенный момент в твоей игре, к которому можно было бы вернуться, если игроки начнут творить какую-нибудь дичь. Ну, грубо говоря, если у тебя есть возможность, твоим игрокам нужно попасть в какой-нибудь замок, так, и они решают, допустим, обойти этот замок через канализацию, и в моменте они там поднастрали в этой канализации, там на них напала стая крыс, они подняли шум, в итоге все сбежались туда, в этом канализации они из этой канализации выбегают. У тебя должно быть заготовлено какой-нибудь определенный момент, где они могут переждать весь шукер и попробовать направиться, допустим, снова в этот же замок. По крайней, насколько я понял этот совет. То есть, должен быть момент в игре, статус-кво, типа момент возврат, точка возврата, когда игроки могут еще все исправить, так или иначе. Надеюсь, понятно, я не понял. Я поняла, вы ничего не поняли, а я поняла. Я ничего не понял, потому что я потерял... Теперь мне кажется, что я тоже ничего не поняла. Я не понял, потому что я потерял мысль на середине фразы, начал о чем-то думать, короче, потерял... Даня рассказывал о том, что для каких-то важных, наверное, сюжетных линий должна быть точка возврата. То есть, момент, в котором игроки могут все исправить. То есть, ну, все-таки... Это как загрузочная точка или как давать им... Если они что-то просрали, давать им способ все-таки все сделать правильно. Ну, вот скорее второе, да. Ну, по мере возможного. Ну, по мере возможного и, наверное, в разумных рамках. Да, да. Тебя насилуют. например... Нет, Саша, это отвратительный пример. Отовредительный пример. Это ужасный пример. отвратительный пример, но я, как бы, пыталась. Это, наверное, и была эта точка возврата. Нет, это не была точка возврата. Это можно было просто сделать вид, сделать вид, что у тебя на кубиках выпало что-то другое, как бы, как... Если ты очень хотела так пощадить. слушай. Но лучше было именно в том моменте меня убить. И не тропить в рамки. Я это серьезно. Ну да, это... Но ты в конечном то не умер. В статус-кво относится это возвращение какой-то к исходной точке. То есть, да, если ты... Тебе... Твоя конечная цель твоей компании, да, попасть в замок, но не попали через канализацию, можно попробовать через вентиляцию. То есть, какие-то варианты... То есть, ну да, это как и с ловушками, то есть, должно быть, как бы, разные варианты решения проблемы. Кстати, вот, когда Даня начал про это говорить, он сказал, когда твои игроки начинают творить какую-то дичь, и я вспомнил один пост, я не помню, где я его прочитал, очень интересный, про бомжей с дробовиками, которые творят какие-то глупости и чувствуют себя безнаказанными. Ты проигру? Да. Или жизнь? Ну, бомжи с дробовиками это, типа, в смысле, бездомные... Да я знаю, Рома, не объясняй. Может быть, кто-то в чате не знает, или... Ну ладно, тогда не буду объяснять, если ты так не хочешь. Короче, объясню, ну, приведена, в пример, простая система, которая поможет бороться с такими вещами. Начислять звезды опасности персонажам, как, например, в GTA. То есть, например, что-то нашкодили они, и о них знает городская стража. Но городская стража, как обычно, это невысокая опасность противники, соответственно, если героя нашкодили чуть больше, чем допускается на первую звезду, там, на вторую, на третью, чем дальше они проходят, тем, как правильно сказать, объявляет городские власти на них охоту, например, на каких-нибудь головорезов. Допустим, там есть какая-нибудь группа очень сильных людей, которым платят власть за то, чтобы они там живыми доставили к ним вот этого человека, и объявили группу в розыск такой компашки. То есть, они должны быть, каждая звезда должна быть ранжирована по силе, то есть, если они прям натворили что-то вообще супер ужасное, то придут намного сильнее их люди, схватят и притащат туда, куда надо. Если же они натворили что-то не очень, то у них будет совершенно обоснованные шансы побороться за свою свободу и так далее. Вот во многих, ну, по крайней мере, вот то, что последнее я читал, легенды Пятиколец и Седьмое море. В Седьмом море есть понятие репутации, ну, глупо использовать ее, когда ты играешь пиратом. Вот, а в Легенде Пятиколец есть статус, честь и слава, которые влияют как раз вот практически как звезды, то есть, и на отношение к тебе, и на твою позицию в мире Ракугана, то есть, там это механически, ну, не как звезды, конечно, не так напрямую ты натворил дичь, и на тебя охотятся, но, если ты там крестьянина убивают, а ты, например, самураем не побежал его защищать от бандитов, то твоя, как бы, честь и слава немножко падает, и ты, как бы, уже становишься чуть более плебеем. Я уже жду, не дождусь поиграть. Вот то, вот как бы эта система прикольная, а можно вообще сделать хумбрюшку, совместить эти две системы, то есть, звезд, с кольцами, мне тоже, кстати, прикольные. И одновременно совместить с репутацией вокруг, то есть, разделить там, например, твою карту на сектора, и в каждом секторе у тебя своя репутация, у тебя может быть, например, репутация объявленного головореза, убийцы, клинки, по-моему, как раз там примерно так. А в другой точке ты можешь быть героем всех и всего. Это, кстати, в реку. И это еще интересно для тех людей, которые любят создавать билды, потому что ты можешь создать несколько персонажей, то есть, используя билдостроение из книги игрока, то есть, создать билды именно персонажей, заранее созданных со своими способностями, особенностями и так далее, которые будут достаточно сильны. И еще при этом их можно сделать какими-то, не делать их обезличенными. То есть, они могут быть, ну, например, хорошими парнями. Ну, вот просто хорошие парни, которые радеют за свой город и, ну, так как на что-то жить надо, они принимают деньги от губернатора и ходят, помогают ловить всяких воришек. И если вдруг что-то случится, вы даже по старому знакомству, да, они тебя поймали когда-то и притащили губернатору и заплатили заплатить штраф. Но ты был виноват. Но ты, зная то, что они там хорошие ребята, можешь к ним обратиться и они уже подумают и, возможно, тебе помогут в каком-то деле или еще что-то на этом, по этому типу. То есть, они не эпизодические персонажи, которые появляются просто, генерятся только тогда, когда ты гадость натворил. А персонажи, живущие своей жизнью, возможно, ты где-то встретишь, когда они идут на какое-то задание какому-то зловому злыдню и попросят тебя им помочь. Вот. Долгая, долгая и неинтересная речь была. Ну ладно, спасибо. Отошли далеко от темы. Ну почему неинтересно? Со звездами прикольно. Нет, звезды прикольно. В Кориолисе были вот эти очки. Когда я бухала. Очки на шапке у тебя были? Нет. Очки, короче, когда я использовала свой недостаток, или я не помню, уже. В Кориолисе? Спасибо, Ром. Молодец, Аня, давайте последний пункт. Да, постановимся. Итак, последний пункт наконец-таки на сегодня. что нужно делать, чтобы быть хорошим ДМом, ДМом, а не что там было в Кориолисе и в остальных играх. Играть игроком. Нет, описывать все чувства, которые испытывают персонажи, слух, зрение, запах. Все это помогает лучше игроку понять, что именно испытывает его персонаж, входя вот в это помещение и что вокруг происходит. И они больше погружаются в атмосферу и это очень помогает игрокам осознать себя как персонажа и в принципе осуществить себя на его месте. Поэтому это очень хороший и очень правильный сайт. Да, ну не супер детально, но описание тех органов, касающиеся всех органов чувств, это прикольно. Я то, что вот последний раз, когда мы играли, говорил по поводу вечерних костей, что да, пусть у них супер у всех одинаковые персонажи, но они очень прикольно описывают, что их игроки делают, как они стоят, там, что они рассказывают, что они думают, тогда понятно логические действия их персонажей, а не как у нас, я поступил атаку, ну просто как бы, а ты пойди догадайся, почему так она поступила, залезь в голову. Вот, так же и для мастера, да, это очень важно, когда ты все описываешь, тогда становится понятно игрокам прежде всего. Скинь ссылку, пожалуйста, на момент, где очень хорошо персонаж это делает, мне очень интересно посмотреть. Можешь, я просто включал несколько раз, не замечал таких моментов, можешь мне вот, наверное, ты недавно смотрел какую-то серию, просто проверить. Я смотрю сейчас, посмотрел две серии Легенды Пяти Колец, вот можешь посмотреть их. Они там вот именно описывают то, что ты сейчас сказал, да? Да, не мастер, а именно игроки, то, что я обратил внимание, то, что мне понравилось. Хорошо, гляну. Да, ну, собственно, что, у меня закончились мои семь листов, два сна с половиной часа мы уложились. Все стали хорошими. Все, прям сейчас на вас не зашел лучше. Кто-то понял, как быть, каких правил надо избегать, чтобы быть нормальным ГМ. Да, я надеюсь, наши советы сегодняшние вам помогли, так или иначе, я надеюсь, они кому-то пригодятся. Кто-то для себя что-то уловит, кто-то, вспомните девять первых, что мы обсуждали видов ГМов, которые есть в мире и узнают в них себя, как не ГМа, допустим, и скажут, что же я делал со своей жизнью, стану-ка я нормально у ГМ. Но, так или иначе, мы обсудили все, что хотели, в принципе, мы можем и закругляться. Москва не захвачено. Москва никто не захватит, Москва в карантине. Собственно, я росла я себе торгую зато. Чего? Я дорогу проложил, торгую. Автострада Агра Москва. Когда-нибудь в жизни это появится. Да, ну, что, собственно, спасибо, ребятушки, вам, за то, что были с нами сегодня, как бы, тема была большая, прям подустала, пока вот это все читал, честно говоря. Но она обширная, как бы, и очень злободневная. Кстати, я хочу в АК-шке сделать голосование по от того, какие бы игровые системы, игры по каким системам вы хотели бы увидеть на нас. Да, мы на прошлом стриме говорили о том, что мы дофига всего готовим по каким системам, да, и обещали сделать голосование, кому что было бы поинтересно. Ну, надо будет сделать, чтобы посмотреть еще кому будет интересно глянуть. Но все равно, мы все равно проведем. Просто, может быть, какие-то мы приключения, которые наберут больше голосов, да, проведем просто раньше, начнем их готовить именно. А так у нас в планах дофиги еще всего, честно говоря, где взять время и жизнь. Спасибо вам за донатики. Спасибо огромное. Я видел могила повидла, не признается кто. Хиль Ирис, спасибо большое. Да, вы говорили, что один микрофон заказан уже. Если он хорош, закажем второй и еще потом несколько, чтобы начать наконец-то стримать. И все благодаря вам. Все благодаря вам, да, ребятушки. Спасибо большое. Да, спасибо огромное. Ну, наверное, с вами прощаемся. Че уж там. Москва построилась, Ярославль тоже, Казань стоит. Поэтому все у нас хорошо. Россия процветает. Сколько у тебя городов? Четыре. А мне пять. Ну и усарись. В общем, Влад, я думаю, будем закругляться. Еще раз благодарочка всем, кто досидел до конца стрима. В пятницу у нас ККД, не пропустить. Там начинается такое, что прям, что прям, что прям, ККД, нас ненавидеть, после того, как посмотрите в эту пятницу видео, потому что очень хочется сразу же увидеть следующее, а следующее вы сразу же не увидите. Так что сильно мы вынуждены так делать. Ну, в общем, да, будем на этом закругляться. Спасибо вам еще раз, я построил стукнули и все будет. Спасибо вам еще раз и до встречи на следующих стримчанских. Всем Х. Х. Сейчас. Сашка, говорите. Себя и своих близких. Обязательно. Самое главное. Давайте, всем пока.